Илса в лес. Трудно было определить, сколько команд хотели убить Хансеня и получить награду. Он знал, что не может убить их всех. Некоторые из них могли быть виконтами, поэтому любые последующие бои будут очень жесткими. Два барона попытались остановить Хансеня, подняв оружие, чтобы преградить ему путь. Но юноша начал двигаться то влево, то вправо. Два барона разделились, один пошел вправо, а второй влево, а середина осталась пустой. Хансень развернулся и прошел мимо них. В этот момент его руки засияли фиолетовым светом. После того, как парень прошел мимо них, их головы подлетели в воздух и во все стороны брызнула кровь. Казалось, что глаза Хансеня не двигались. Он пережил очень многое, поэтому его больше не беспокоила гибель людей в подобных сражениях. Если они хотели отдать свою жизнь за Чжиньё, то они должны были подготовиться к смерти. Даже если Чжиньё угрожал их жизням, это все равно не могло быть уважительной причиной для убийства других. Не было никакого оправдания убийству, которое нужно было совершить только для того, чтобы выжить. Иди сюда, подонок, отдай мне свою жизнь. Виконт был очень зол. Его длинный меч засветился ярко-зеленым светом, и он ударил прямо позади парня. Мутантная кровь Хансеня начала кипеть внутри его тела, и с помощью брони от Сутры Дун Сюань он одновременно получил силу и обладателя ксеногенного гена и благородного. В любом случае, в данный момент он был намного сильнее среднего барона. Молодой двигался как тигр, когда из его талии вырвалась сила. Он переместил свое тело на полфута вперед, уклоняясь от света меча. И, сделав это, парень ударил своим мечом фиолетовой луны. Он сделал это под углом, который Виконт не смог видеть. Это позволило нанести удар мужчине в плечо. Меч погрузился в тело на два дюйма, но Хансеню показалось, что он ударил по сгустку клея. Парень больше не мог ударить врага, так как его меч прилип к плечу. Виконт не ожидал, что барон сможет его ударить, поэтому он стал невероятно сумасшедшим и, не особо заботясь ранее, попытался пробиться к шее Хансеня. Мужчина хотел отрезать парню голову, однако Хансень знал, что он сделает такой шаг. Поэтому он быстро развернулся, успев вытащить свой застрявший меч, и снова побежал в сторону леса. Но другой барон смог заблокировать путь юноши. Копье барона, подобно дракону, взлетело вверх. Он не хотел убивать Хансеня, а пытался просто его остановить. Виконт выглядел холодным и убийственным. Он хотел нанести удар парню в спину. В итоге, Хансень не мог бежать ни вперед, ни назад. Парень обернулся и посмотрел на Виконта. Он скрестил длинный и короткий меч фиолетовой луны, чтобы заблокировать меч Виконта. Он почти не обращал внимания на копье, которое было позади него. Барон заметил эту возможность, и поэтому он использовал все свои силы, чтобы ударить Хансеня в спину. Кончик копья затрещал, пронзая атмосферу, и был устремлен в спину юноши. Почти в это же время, меч Виконта ударил по двум скрещенным мечам Хансеня. Он ярко засиял, покрывая весь лес зеленым светом. Хансень внезапно подпрыгнул, и его тело приняло странное положение в воздухе. Казалось, что он лег в воздухе. Парню удалось оттолкнуть меч Виконта, и зеленый свет от меча врага прошел мимо юноши Катча. Копье барона пронеслось ниже Хансеня, и ударило Виконта в грудь. И в то же время свет меча Виконта обезглавил удивленный барона. Повсюду была кровь, а Виконт пришел в ярость. Он снова поднял меч и бросился за Хансенем в лес. Глава 1768. Стрела, поражающее сердце. Хансень неподвижно лежал под водой. Он наблюдал за всем, что происходило вокруг него. С тех пор, как он побежал в лес, парень бежал без остановки последние четыре дня. Ему не удавалось подсчитать, сколько благородных он убил, так как они постоянно появлялись. У юноши не было ни минуты, чтобы отдохнуть. После бесконечных сражений на броне от сутры Дунсюань осталось множество следов. Но это было ничто для Хансеня. Если бы какой-то другой благородный, даже Виконт, оказался на его место, то уже давным-давно умер бы от истощения. Но Хансень был полон сил. Броня Дунсюань поглощала энергию от самой земли и подпитывала его силу. Он мог продолжать сражаться без остановки. Хансень хотел использовать костяную стрелу Архангела, чтобы убить своих преследователей, но ему нужно было активировать свой режим Духа Супер-Бога, чтобы ее использовать. Однако затраты энергии на это преобразование были больше, чем та, что могла поглотить броня от земли. Его настоящим врагом был Нивиконт. Если бы он смог убить Джиньоэ, то парня перестали бы преследовать. Кроме того, Хансень не собирался возвращаться в святилище, так как убегать было не в его стиле. Хорошая атака была лучшей защитой, и ему действительно нужно было найти Джиньоэ. Парень смог сделать 10-минутный перерыв, когда спрятался в пруду. Но вскоре он услышал приближающиеся шаги. Черт, куда делся этот ублюдок? Как, черт возьми, барон может обладать такой силой, выносливостью и навыками? Вблизи послышался грубый голос. Это был Виконт с мечом. Хансень уже узнал, что его звали Хавэй. Хавэю ответил другой, более спокойным голосом. Он может быть бароном, но он связан с пиратами. Он не похож на обычных баронов, поэтому он и обладает всем этим. Мистер Слон становится нетерпеливым. Если мы не убьем его, он убьет нас за провал миссии. Тихо сказал Хавэй. Может быть, но Мистер Слон отправился на гору Старого Дракона, чтобы убить обладателя ксеногенного гена. Некоторое время его не будет, поэтому у нас еще достаточно времени. Снова послышался спокойный голос. Хансень хорошо все слышал. Некоторое время он бегал по ксеногенному пространству и немного познакомился с этим районом. Кроме того, парню удалось схватить несколько баронов и допросить их. Благодаря этому, парень узнал о горе Старого Дракона. Однако он не решался туда пойти. Один барон сказал, что на горе Старого Дракона есть обладатель ксеногенного гена класса граф, а юноша не хотел провоцировать такое существо. Мистер Слон хочет убить графа обладателя ксеногенного гена? У него большой аппетит. Хансень холодно рассмеялся про себя. Высшие расы сказали, что они самые могущественные среди всех, но они не были непобедимы. Хансень догадывался, что мистер Слон был виконтом, и он действительно был очень смелым, раз решился охотиться на графа. Куда он делся? Хавей сердито возобновил свои поиски. Другой виконт хотел ответить, но у него внезапно расширил глаза, когда он посмотрел в пруд чуть левее Хавея. Хавей сразу понял, что что-то не так, поэтому тут же достал меч и ударил им по воде. В этот момент он увидел, как Хансень выпрыгнул из воды и устремился к нему. Иди к черту! Хавей использовал больше силы, чем когда-либо, но он понял, что что-то не так. Его сердитое выражение стало обеспокоенным. Капча. Меч разрезал тело Хансеня пополам, но Хавей сразу осознал, что здесь что-то не то. Тело Хансеня все еще оставалось полусогнутым, напоминая зверя, готового броситься на добычу. Через мгновение он прыгнул на Хавея, схватил его за талию и втянул виконта в воду. Другой виконт подошел к бассейну и посмотрел в воду. Однако вода была слишком мутной, и он не смог увидеть, что там происходило. Мужчина понимал, что не может рисковать и наносить удары наугад. Он поднял лук и прицелился в воду, но не знал, куда именно стрелять. Хавей, выйди, чтобы я смог выстрелить, крикнул Ницей, глядя на воду. Бам! Вскоре появилась волна и кто-то поднялся из воды. Ницей направил лук на силуэт, но вскоре увидел, что это был Хавей. Почти в то же время еще кто-то появился. У этого человека было два фиолетовых меча, которые были разных размеров. Они приближались прямо к Ницейю. Эти два меча были хорошо зазубренными, и после всех сражений они выглядели как клыки. Ницей отреагировал быстро. Он повернул лук и приготовился стрелять. Учитывая небольшое расстояние, Ницей был уверен, что Хан Синь не сможет увернуться. Но парень и не пытался уворачиваться, он просто улыбнулся, показывая свои белые зубы. Затем он замахнулся мечами. Наивный Ницей тихо рассмеялся. Мужчина был виконтом, а его генооружием был лук. Он был мощным, и барону не должно было хватить силы, чтоб его заблокировать. Однако удар Хан Синя пришелся на стрелу. Мечи фиолетовой луны пережили много за последние четыре дня, и они разбились на осколки, подобно стеклу. Стрела продолжала приближаться и ударила Хан Синя в грудь. От удара юноша полетел обратно в воду. Затем на поверхности стали появляться пузыри и кровь. Ницей – хорошая работа. Ховый был счастлив. Но прежде чем он успел закончить, послышался громкий всплеск. Тело, подобно птице, начало приближаться к ним. Умри. Ховый коснулся его. Волны и зеленый свет вот-вот должны были разрезать Хан Синя пополам. Хан Синь был в воздухе с золотым луком физера. Парень смог схватить стрелу Ницей, и теперь собирался ее использовать. Ю. Тетива издала звук, и стрела полетела в Ховая. Мужчина выглядел напуганным, но он все равно попытался заблокировать стрелу, летящую к нему. За последние несколько дней он много боролся с Хан Синем, и он знал, что парень был сильнее среднего барона. Теперь, когда у него была стрела Ницей, Ховый знал, что может оказаться серьезно раненым. Но стрела выглядела так, как будто она была окутана магией. Она исчезла из поля зрения, а затем Ховый почувствовал острую боль в груди. Мужчина опустил голову. Каким-то образом стрела вонзилась в его грудь. Она вращалась и проникала все глубже и глубже, пока не коснулась его сердца. Глава 1769, Битва стрелков. Ховый открыл рот, из него потекла кровь. Стрела пронзила его сердце, и мужчина медленно опустился на землю. Его тело какое-то время дергалось, и можно было заметить слабое дыхание. Но Ховый должен был вот-вот умереть. Ницей покрылся холодным потом. Он осознал, что один барон устроил засаду двум виконтам и с относительной легкостью убил одного. Если бы Ницей не увидел это своими глазами, а использованная стрела была не его, он бы не поверил, что могло произойти что-то столь возмутительное. Этот парень из более развитой расы, чем пираты. Если нет, я не понимаю, как ему удалось продержаться так долго. У Ницей появлялось все больше и больше вопросов. Немногие существа могли обладать генами, которые были достаточно совершенны, чтобы позволять делать то, что делал Хан Синь. Но сам Хан Синь не тратил время на мысли. Он вытащил стрелу из груди Ховая. Из раны сильнее хлынула кровь и жизненная сила мужчины начала быстро уменьшаться. Взяв стрелу, парень снова натянул тетиву и прицелился в Ницей. Мужчина стиснул зубы и достал еще одну стрелу, пытаясь прицелиться в Хан Синя. После всего, что произошло, Ницей понимал, что пути назад нет. Если он хочет выжить, то единственный способ сделать это – убить Хан Синя. Когда дело касалось стрельбы из лука, Ницей был уверен в своих навыках. Он был мастером, иначе его генооружием не был бы лук. Этот лук был частью его жизни. Стрела Хан Синя была мощной, но Ницей не думал, что может проиграть парню. А все из-за того, что он также умел выпускать вращающиеся стрелы. Его стрела могла лететь быстрее и могла быть выпущена с большей силой, а все из-за того, что его лук был лучше. Ницей был уверен, что если они просто будут стрелять, то Хан Синь погибнет. Мужчина молча достал стрелу. На кончике стрелы была сконцентрирована мощная силы. Это было благодаря тому, что лук был генооружием. Из-за этого, стрела была мощнее, и ее проникающая сила была намного лучше. Даже виконты с генощитами не смогли бы заблокировать подобную стрелу. Хан Синь тоже молчал и пристально следил за пальцами Ницей, в которых тот держал стрелу. Юноша медленно потянул тетиву. Лук от души Физера была всего лишь класса барона, поэтому он не был таким же мощным, как у Ницей. Однако даже такого лука Хан Синю было достаточно. Ю. Две стрелы одновременно вылетели с разных сторон. Хотя по звуку, казалось, что отпустили только одну тетиву. Но две стрелы помчались с ужасающей вращающейся силой. Они напоминали змей, летящих со скоростью, которая заставляла их исчезать из поля зрения. Самое невероятное во всем этом было то, что стрелы, похожие на змей, столкнулись в воздухе. Но скорость и сила стрелы Ницей были выше. Таким образом, когда стрелы столкнулись друг с другом, это произошло на расстоянии, которое было ближе к Хан Синю. Ницей не ожидал, что это произойдет, но он был в восторге от этого. Мужчина переживал о том, что не знал, как увернуться от стрелы врага, но теперь ему больше не нужно было обдумывать это. Силы, которую он вложил в свою стрелу, было бы достаточно, чтобы сломать стрелу Хан Синя. Они обе вращались, но его скорость и сила оказались выше. Вращающиеся наконечники стрел ударились друг о друга, как две дрели. Они вспыхнули, будто в них ударила молния. В этот момент победитель был определен между двумя стрелами. Одна стрела оказалась похожей на рваную ткани стиральной машины, и она отлетела в сторону. Другая стрела после удара не замедлилась. Вместо этого она ускорилась и с треском полетела вперед. Ницей был в шоке. Он не мог понять, почему его стрела была побеждена, несмотря на то, что стерла Хан Синя должна была обладать меньшей силой. Но стрела парня не замедлилась, она ускорилась, хотя это было против законов физики. Прежде чем он успел подумать, стрела оказалась перед ним со слепительной скоростью. Ницей уже не смог бы увернуться, поэтому он мгновенно вытащил нож из-за спаиса и попытался ударить по летящей стреле. Но стрела казалась живой, так как слегка отклонилась, избегая его нож. «Хочешь со мной так поступить? Ты слишком наивный!» – крикнул Ницей. Он схватил свой лук и бросил его в стрелу. В итоге, стрела была сбита. Как только Ницей почувствовал себя лучше, он повернулся, чтобы посмотреть на Хан Синя, но через мгновение у него расширились глаза. Его зрачки сжались до размера ушка иголки, а лицо застыло от испуга. В его глазах тень стрелы начала увеличиваться, а Хан Синь в этот момент опускал лук, так как только что выстрелил. «Моя стрела, как она может быть здесь?» – подумал Ницей, а затем стрела вонзилась ему в голову. Бам! Ницей повернулся, но так и не успел понять, откуда появилась эта стрела, мужчина был мертв. Хан Синь подошел к телу Ницей. Он взял стрелу и спрятал ее, решив, что она может пригодиться. В отличие от костяной стрелы Архангела, которую было невероятно трудно использовать, эти новые стрелы были хорошим оружием для охоты на обладателей ксеногенного гена класса Виконта. В руках Хан Синя эти стрелы были не такими мощными, как в руках Ницей, но Иньян Бласт позволил юноше победить атаку Ницей. С помощью навыка стрела смогла ускориться после столкновения, но даже в этом случае парень знал, что не сможет убить Ницей. Его противник был слишком хорош в использовании вращающихся стрел. Именно поэтому первой целью Хан Синя была его стрела. После быстрого расчета и после того, как он использовал Иньян Бласт, парень знал, что стрела противника окажется у него в руках. Затем Хан Синь схватил стрелу и молча выстрелил в Ницей. Когда противник заметил это, было уже слишком поздно. Если дело касалось грубой силы, то Хан Синь был не настолько хорош, как Ницей. Однако парень был мастером навыков и техник. Он не был слаб в этой геновселенной, и он уже был лучше, чем Виконты, такие как Ницей. Хан Синь стал осматривать тела Ницей Айхавая, и смог обнаружить кое-что полезное. Затем он бросил их тела в воду и снова побежал в лес. Перед горой старого дракона мистер слон путешествовал на белом слоне. Он рассматривал гору, похожую на дракона. «Сэр, почему вы хотите так рискнуть? Зачем вы собираетесь спровоцировать старую черепаху?» Белый слон обратился к мистеру слону. «Ты думаешь, я здесь ради старой черепахи?» Спросил мистер слон, а его взгляд стал холодным и задумчивым. Белый слон оказался шокирован и сказал, «Старая черепаха должна быть единственной на горе старого дракона. Или здесь есть еще один обладатель ксеногенного гена?» Старая черепаха следовала за небесным пиратом. «Я не понимаю, почему, почему-то девушка из пиратов пришла сюда и нарушила обеты», спокойно сказал мистер слон. Он с предвкушением посмотрел на гору. Глава 1770. Гора старого дракона. Белый слон тоже посмотрел на гору и сказал, «Покинутый вор украл вещи с разных мест. Он забрал много сокровищ. Если бы старая черепаха пошла по его стопам, то его можно было бы считать настоящим мошенником. Тем не менее он смог заработать себе немало сокровищ». Мистер слон улыбнулся и кивнул. «Я вижу, если бы не та девушка-пират, которая пришла сюда, я бы об этом не узнал. Тем не менее мы должны остерегаться любого, кто имел контакт с покинутым вором». Белый слон поднял голову и сказал, «Не беспокойтесь, сэр. Я помогу вам заполучить старую черепаху, чтобы не случилось». Мистер слон улыбнулся и холодно сказал, «Может быть, нам даже не придется ничего делать». Белый слон хотел сказать что-то еще, но мистер слон заставил его идти вперед к горе. Однако они не стали взбираться на гору Старого Дракона. Полдня спустя, красивая тень приблизилась к горе Старого Дракона. Фигура начала быстро подниматься. Это была Хаэр. Когда она добралась до определенного места, то стала стучать по стене. Камень, который казался цельным, внезапно разъединился, открывая проход в пещеру. «Вот и все», — подумала Хаэр. Ее маленькое тело проскользнуло внутрь и исчезло в пещере. Затем камни снова сдвинулись. Когда камень полностью закрылся, места стыка вовсе не было видно. Вскоре после этого мистер слон подвел белого слона к той же стене. Он посмотрел на стену, которая скрывала вход. «Мистер, мы будем входить?» — спросил белый слон. «Нет, просто подождем здесь», — спокойно ответил мистер слон. После того, как Хан Сень получил две стрелы виконта, он стал прекрасно экипирован. Теперь он мог легко убивать виконтов, и ему не нужно было их бояться. Тем не менее парень старался скрывать свое присутствие. Юноша не хотел, чтобы кто-то увидел, как он начал подниматься по горе Старого Дракона. Когда Хан Сень добрался до горы, то увидел мистера слона и белого слона, стоящих перед стеной. Гора Старого Дракона соответствовала своему названию. Она действительно имела форму дракона, хотя голова смотрела на небо. Мистер слон и белый слон были возле его шеи. Хан Сень скрывал свое присутствие с помощью ауры от Сутры Дон Сюань. Парень спрятался недалеко в лесу и стал наблюдать за мистером слоном. Ему было интересно, что делал этот мужчина. Прямо перед ним была каменная стена, но Хан Сень не смог обнаружить в ней ничего странного. Мистер слон все еще сидел на белом слоне. Как роботы без батарей, они стояли перед стеной, не двигаясь ни на дюйм. Хан Сень тоже не двигался. Мистер слон, возможно, был виконтом, но, скорее всего, его способности были намного лучше, чем уховые. Однако, по мнению парня, с таким существом он тоже смог бы справиться. Хан Сень думал, что слон был маунтом мистера слона, но ему казалось, что это существо было страшнее, чем сам мистер слон. Юноша прятался в лесу и ждал. Он знал, что мистер слон не будет стоять на месте без причины. Там точно что-то должно было произойти. Через полдня стена издала звук катча-катча. И стена, на которой не было видно трещин, внезапно начала открываться. За ней показалась пещера высотой в несколько метров. Прежде чем Хан Сень успел рассмотреть то, что было внутри, внезапно появилась маленькая тень. Это была Хайер. Поначалу девушка выглядела очень счастливой, но когда она увидела мистера слона, ее лицо полностью изменилось. Леди Хайер, я довольно долго ждал тебя. Мистер слон попытался улыбнуться. Он посмотрел на девушку так, словно она была маленьким сокровищем, которое можно было забрать. Зачем ты меня ждал? Спросила Хайер, а ее лицо быстро избавилось от каких-либо эмоций. Лицо мистера слона совсем не изменилось, и он продолжил. Я слышал, что пираты ужасные, злые воры. Сначала я не верил, но сейчас это кажется правдой. Ты использовала эту невинную жизнь, чтобы отвлечь внимание от тебя, а ты в это время без каких-либо препятствий отправилась на поиски сокровищ. Большинство людей оказались бы одурачены и не заметили бы того факта, что ты украла их сокровища. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я пришла сюда в поисках обладателей ксеногенных генов. Я не искала никаких сокровищ. Хайер шагнула в сторону, желая пройти мимо него. Но слон поднял ногу и ударил ею по земле. Камни оказались разбитыми, а ударная волна понеслась к девушке. Хайер успела отступить, но путь для спуска с горы был поврежден. Девушка холодно посмотрела на мистера слона. Слон, как ты смеешь? Ты думаешь, что можешь запугивать пирата? Мистер слон улыбнулся. Успокойся. Джиньюи зажгли только один фонарь в зале. Они говорят, что мы из более развитой расы, но по сравнению с лучшими расами, такими как пираты, мы довольно скромны. Я не хочу быть грубым с тобой. Хорошо, что ты знаешь об этом. Хайер начала напевать и сделала несколько шагов. Но мистер слон продолжал говорить. Но лидер пиратов, могущественный покинутый вор, пообещал, что ваша раса не войдет в систему Даньсюань. Тебе не стоило ничего здесь трогать. Мы действительно уважаем его и не забываем о его репутации. Если ты хочешь уйти, я не остановлю тебя. Но, пожалуйста, оставь все то, что принадлежит нам. Незапятное имя покинутого вора. Понятно. Ты должен был сказать мне это раньше. Хайер выглядела так, как будто она действительно все поняла. Она вытащила пару золотых яиц и протянула их мистеру слону. Она сказала, вот что я получила здесь. Можешь их забрать. После этого Хайер стала двигаться, как птица. Девушка перепрыгнула через разломы, которые создал слон. Леди Хайер, если ты собираешься быть такой упрямой, тогда мне придется быть грубым, сказал мистер слон грубым голосом. Затем белый слон поднял свой хобот, который, подобно змее, устремился к девушке. Хайер попыталась увернуться, но атака была слишком быстрой. В итоге, хобот обернулся вокруг ее тела, и слон потянул ее к себе. Когда Хайер была схвачен белым слоном, из каменной стены донесся шум катча. Камни снова раскрылись, и вылетела красная тень. Она приземлилась прямо возле девушки. Глава 1771. Костяной меч пирата. Красной тенью оказалась старая черепаха с красным панцирем размером с шлифовальный круг. Черепаха встала на две лапы, а передними лапами, на которых были видны большие когти, она схватила белого слона за хобот. Черепаха смогла оттянуть хобот, который удерживал Хайер и спасла ее. Казалось, что черепаха и слон устроили перетягивание каната, но ни один из них не мог выиграть. Однако камни вокруг стали рассыпаться, можно было подумать, что их разбивают молотками. Белый слон поднял хобот, в итоге, ему удалось придавить черепаху к земле. Все произошло очень быстро, через мгновение тело старой черепахи взлетело в воздух. Черепаха сжалась, и из ее когтей появилось пламя, которое сразу устремилось по хоботу к мистеру слону. Мужчина быстро спрыгнул со слона, затем начал гасить огонь на хоботе. Существо тут же сказала, «Сэр, я разберусь с черепахой». Мистер слон не колебался. Он бросился преследовать хаер, которая уже начала убегать. Девушка была хитрой, но она была всего лишь бароном. Она была слабее, чем мистер слон, и ему удалось легко ее догнать. Мужчина поспешно подошел к хаер и сказал, «Леди хаер, оставь тот предмет, и я сделаю вид, что никогда тебя не видел. Разве я не отдала тебе яйца?» Невинно спросила девушка. «Если ты до сих пор не понимаешь, то я вынужден действовать грубо». Мистер слон не стал колебаться и сразу попытался схватить хаер. Девушка испугалась и отступила назад. Она попыталась увернуться, но не смогла. Итак, в тот момент, когда мистер слон собирался схватить ее за плечи, хаер вытащила мягкий меч из ее пояса. Он был похожий на воду и устремился к рукам мужчины. Мистер слон, казалось, узнал его, поэтому он дернул руками и сказал, «Костяной меч пирата? Похоже, твое звание среди пиратов выше, чем я думал». «Хорошо, что ты это признаешь. Теперь уходи», сказала девушка, подняв меч. «Несмотря на то, что ты из пиратов и при этом являешься первой дочерью, ты нарушила клятву покинутого вора. Они больше не станут тебя терпеть». Мистер слон не боялся ее и снова попытался схватить хаер. С помощью костяного меча пирата попыталась сражаться с мужчиной. Лезвие становилось то мягким, то твердым. Когда оно было твердым, то напоминало сталь. Когда оно было мягким, то становилось похожим на ленту. Это хорошо сочеталось девушке и ее странными мечами. Хотя мистер слон был сильнее, казалось, что он ничего не может сделать. Девушки рождаются актрисами. Когда Хан Сень увидел технику хаер, он знал, что она не старалась изо всех сил. Но теперь он был свидетелем ее лучших навыков. Но большая часть внимания Хан Сеня была сосредоточена на костяном мече. Он был сделан из очень странного материала. Он был тонким, как колючка кактуса, в то же время мягким и странным. Меч, который он рассматривал, был удивительным. Это была вещь, которую даже мистер слон не осмеливался коснуться. Хан Сень наблюдал за борьбой с помощью ауры от сутры Дун Сюань. Меч был хуже костяной стрелы архангела, но превосходил стрелы, которые он забрал у Виконта. Это могло быть сокровищем графа или маркиза. Парень был очень хорош, когда дело касалось лука и меча. Если бы он мог найти хороший меч в дополнение к своему луку, то он бы отлично провел время, охотясь на обладателей ксеногенного гена. Мистер слон боялся меча и света меча. Но он был на один класс свыше девушки, и его методы тоже были хорошими. Он вытащил древний меч, чтобы сражаться против нее. Мужчина был осторожен, сумев уклониться от каждого света от меча, и при этом он пытался подтолкнуть ее к каменной стене. Если девушка туда дойдет, от не сможет никуда сбежать. Белый слон все еще сражался со старой черепахой. Их силы уже изуродовали всю гору. Белый слон был очень сильным, но старая черепаха была очень быстрой. Было трудно определить, кто будет победителем. Хан Сень присмотрелся к движениям старой черепахи. Если бы ее панцирь не был красным, то парень решил бы, что она одна из черепашек ниндзя. Белый слон и старая черепаха были обладателями ксеногенного гена. Они оба были графами. Посмотрев их бой, юноша понял, что не сможет убить ни одно из этих существ. Даже стрелы не смогут пробить их кожу. Но у Хан Сеня была еще одна надежда. Несмотря на все это, ему пришла в голову идея использовать костяную стрелу архангела, чтобы убить одного из них. Это принесло бы хорошую награду. Время его преобразования имело ограничения. Парень знал, что у него будет только один шанс на выстрел. Даже если ему удастся убить одно существо, он все равно не сможет съесть тело, но это по крайней мере пойдет на пользу остальным. Итак, Хан Сень пока просто смотрел. Он надеялся найти подходящее время для удара. Белый слон и старая черепаха были сильны, и казалось, что ни один из них не устанет. Множество камней вокруг них были обгоревшими, а хобот слона разбивал все на своем пути. Склон горы был в ужасном состоянии, но им обоим удалось избежать места, где сражались мистер слон и Хайер. Они не хотели причинить им боль. К сожалению, у девушки дела были не очень хорошие. Хотя она неплохо использовала костяной меч, мистер слон мог блокировать каждый ее удар, однако ее выносливость была не такой высокой, как у Виконта. Под постоянным давлением борьбы она вскоре исчерпала всю свою силу. Ее последующие удары стали не такими сильными, а скоростью значительно замедлилась. Хан Сень видел, что положение девушки ухудшается. Если это продолжится, и мистер слон сможет забрать предмет, который он искал, то его вряд ли удастся снова встретить. Видя, что белый слон и старая черепаха все еще заняты боем, Хан Сень задумался. В итоге, он призвал свой лук с золотыми перьями и вложил стрелу. Лицо Хайер стало мрачным, а ее положение продолжало ухудшаться. Дзинь. Хайер не успела уклониться, и мистер слон ударил ее по руке. Костяной меч пирата упал на землю. Это оружие было большой редкостью, поэтому мужчина не посмел его забрать. Такое оружие могли использовать пираты высокого уровня. Постороннему не стоило даже прикасаться к этому мечу. Мисс Хайер, отдай предмет. Или ты хочешь, чтобы я сам забрал? Мистер слон загнал ее в угол, и она больше не могла сопротивляться. Я только зря потеряла время. Возьми. Девушка что-то достала и бросила в мужчину. Но мистер слон не стал его ловить, он позволил ему упасть на землю. Но как только предмет коснулся земли, он взорвался. Появилась вспышка света, а затем девушка схватила костяной меч пирата и попыталась нанести удар мистеру слону. Но мужчина отступил и увернулся от атаки. К сожалению для него, на его груди появилась рана, из которой потекла кровь. Даже мистер слон боялся пиратов. Он не хотел причинять ей боль, но он был так зол, что закричал, как голем. Его тело увеличилось, а мышцы напряглись и стали как сталь. Он ударил по костяному мечу пирата, и девушка снова полетела к стене горы. Глава 1772 Уничтожающий меч Когда Хайер врезалась в стену, по ней пошли трещины, а костяной меч пирата вылетел в ее рук. Мистер слон собрался нанести еще один удар по девушке. У нее округлились глаза, и девушка тихо спросила, «Слон, ты действительно посмеешь причинить мне боль?» Удар мистера слона был похож на удар слона, и он содержал страшную силу. Но когда кулак приблизился в девушке, он остановился. Джиньюи были сильны, и люди считали их высшей расой. Но мужчина должен был держать себя под контролем. Покинутый вор дал им обещания, но были ограничения при которых действовало это обещание. Если мистер слон просто заберет предмет у Хайер, то пираты не смогут ничего сказать. Но если он причинит ей боль, то пираты не станут закрывать на это глаза. Покинутый вор много раз занимался воровством. Высшие расы из гена зала были напуганы из-за частых грабежей. Хотя покинутый вор давно ушел, пираты продолжили его наследство. Мистер слон не знал, будут ли ему мстить за его действия или нет, но он не хотел проверять. В конце концов, воры никогда не сдерживали своих обещаний. Все в этой вселенной знали репутацию пиратов. Если Хайер была для них важна, то они могли бы попытаться уничтожить всех Джиньюи. Однако мужчина не хотел выяснять, что может случиться, если он ранит или убьет ее. Нет, лицо мистера слона все еще находилось прямо перед Хайер. Он хотел что-то сказать, но его лицо внезапно изменилось. Мужчина взревел, снова поднял руку и развернулся. К его горлу приближалась стрела. Мистер слон решил ударить ее кулаком, однако стрела неожиданно исчезла. Но когда она снова появилась, то оказалась прямо перед его грудью. Вращающаяся стрела собиралась пробить его броню и просверлить плоть. Р-р-р-р. Мистер слон переместил свое тело, и в этот момент он телепортировался на расстоянии в один шаг. Ему удалось увернуться от злой стрелы. В следующую секунду победный взгляд мистера слона сменился страхом. Другая, более тихая стрела коснулась его живота. Кончику вращающейся стрелы удалось пробить его броню. Мистер Слон сдвинулся с места и напряг мышцы, но было слишком поздно. Мужчина не мог увернуться от молчаливой стрелы. Стрела не была достаточно острой, чтобы полностью проникнуть в его живот. Однако она могла сломать его кости. Мощная вращающаяся сила разорвала его мышцы и кости. Войдя в живот на полдюйма, она перестал вращаться. Но было уже слишком поздно, чтобы вытаскивать ее. Пока мужчина пытался справиться с двумя стрелами, Хаер напала сзади. И хотя она уронила костяной меч пирата, у девушки все еще был кинжал с белыми зубчиками, и она ударила им в спину мистера слона. Мужчина схватил девушку и отбросил ее в сторону. Но он все еще не хотел причинить ей боль. Тем не менее, краем глаза мистер Слон удалось разглядеть другого нападающего. Когда он ясно увидел человека, то был шокирован. Когда он увидел стрелу, в голову мужчины пришли 20 имен и лиц. Однако лица его настоящего противника не было в списке. Человек, который стрелял в него, был тем существом, которое Хаер использовала в качестве приманки. На нем была черная броня, и хотя мистер Слон не смог увидеть его лица, но вспомнил броню. Мистер Слон всегда помнил то, что видел, и сейчас он не мог ошибиться. Однако он не ожидал, что приманка Хаер все еще будет жива. И, кроме того, это существо пришло к горе старого дракона и дважды напало на мистера слона. Мужчина знал, что любой, кто способен использовать эти стрелы, не был слабым. И все же, несмотря на это, он знал, что это существо было просто бароном. Его шокировало то, что барон смог причинить ему боль. Если бы стрела была сильнее, он был бы мертв. Когда мистер Слон бросил Хаер, Хан Сень подошел к стене и взял костяной меч пирата. Парень уже сталкивался с несколькими виконтами, но мистер Слон был намного сильнее, чем не цеховый. Он был серьезным врагом во всех аспектах, от силы до скорости и техники. Хаер сильно пострадала, и она все еще не могла встать. Мистер Слон больше не обращал на нее внимания. Она была пиратом, и она была очень злой. Но она была слишком слаба, чтобы стать для него реальной угрозой. По какой-то причине мистер Слон начал нервничать из-за Хан Сеня. Хан Сени Хаер и Роба были баронами, но парень казался более пугающим. Несмотря на то, что девушка была пиратом, юноша все равно выделялся. Мистер Слон уставился на Хан Сеня и холодно сказал. Я не ожидал, что ты сын пиратов. Мужчина решил, что Хан Сень тоже пират. Иначе как еще он мог достичь такой силы? Его сила не была той силой, которую мог иметь обычный барон. Даже среди баронов высших рас можно было очень редко встретить кого-то подобного. Хан Сень ничего не ответил. Он был здесь, чтобы убить. Это он и собирался сделать. Ему было неинтересно разговаривать. И было бы неплохо, если бы другие думали, что он пират. Хан Сень поднял меч и побежал к мистеру Слону. Его движения выглядели очень изящными. Мистер Слон хмыкнул, и он использовал силы Слона, чтобы укрепить свои мышцы. Некоторое время мужчина мог использовать эту силу. Мистер Слон не думал, что проиграет даже кому-то из более высокой расы. Поскольку он был виконтом, мужчина никак не мог проиграть барону. Но когда Хан Сень ударил, мистер Слон пожалел о своей самоуверенности. Он слышал, что элитный мечник может делать много необычного с мечом. Такой боец мог создавать взрыв, лишь слегка качнув мечом. Мистер Слон видел это раньше, но только от герцогов, которые были талантливы в навыках владения мечом и обладали мощным разумом меча. Но этот парень был просто бароном. Однако когда Хан Сень ударил, мистер Слон почувствовал, как будто весь его мир был охвачен этим мечом. Страшная сила меча стала ощутимой, и он почти не мог дышать. Мистер Слон не верил, что такое мог создать барон. Раньше он знал одного мечника, который стал герцогом, но даже его владение мечом не было так хорошо, как у этого барона. Глава 1773. Поиск сокровищ. Сам меч не имел большой силы, с его помощью было бы сложно кого-то убить. Однако разум меча представлял степень мастерства мечника, и это показывало, насколько его навыки меча связаны с землей. Чем больше синергии у мечника с землей, тем более сильными были его навыки. Если у кого-то был могущественный меч, то даже самые обычные навыки могли стать невероятно мощными. Хан Сень не был сосредоточен на мече, но его навыки владения мечом были лучшими. Хотя это было достигнуто благодаря удаче, но он старался практиковаться в этом. Один удар вызвал кровотечение, а второй удар отрубил руку. Теперь меч собирался отобрать душу. Под ударами мечом Хан Сеня мистер Слон чувствовал себя так, словно не мог использовать свои силы для сопротивления. Казалось, что вокруг него появилось ограничение, и он ничего не мог сделать. Мужчина не мог полностью блокировать удары. Все, что он мог делать, это наблюдать за тем, как из его тела вытекает кровь. Сам Хан Сень не был достаточно силен, чтобы серьезно ранить мистера Слона, но ледяной свет костяного меча пирата мог с легкостью разрезать плоти кости его врага. Белый слон злобно закричал. Игнорируя удары старой черепахи, он подбежал к мистеру Слону. Существо решило спасти его, так как он оказался в серьезной опасности. Но было уже слишком поздно. Никто не ожидал, что барон может использовать такой пугающий разум меча или такие сложные навыки владения мечом. Капча. Голова мистера Слона подлетела в воздух. Однако Хан Сень не собирался останавливаться и смотреть на то, чего он достиг. Держа в одной руке костяной меч пирата, второй рукой парень схватил Хаер, а затем быстро побежал прочь. Отбежав на 10 метров, Хан Сень увидел, как голова мистера Слона упала на землю. К сожалению, парню пришлось оставить тело. У него просто не было времени подбирать ксеногенный материал. Белый слон и старая черепаха вскрикнули и помчались в лес следом за юношей. Продолжая бежать, Хан Сень поднес меч к шее девушки и громко крикнул. Старая черепаха, забери этого белого слона, или я отрублю ей голову. Ты не посмеешь. Старая черепаха ответила на обычном языке. Хан Сень не сказал ни слова, но он на самом деле собрался сделать то, что сказал. Стой. Хорошо. В панике закричала старая черепаха. Лезвие костяного меча пирата было сильно прижато к коже Хаер, поэтому можно было увидеть, как на шее появилось несколько капель крови. Если бы старая черепаха медлила с ответом, то девушка была бы мертва. Давай. Казалось, что Хан Сень снова собрался надавить на меч. Старая черепаха вскрикнула и прыгнула перед белым слоном, чтобы снова начать с ним сражаться. Если я увижу тебя или белого слона, я отрублю ей голову. Хан Сень убрал меч от шеи и побежал в лес вместе с Хаер. Старая черепаха не хотела просто так отступать, но когда она попыталась наверстать упущенное, ей не удалось найти Хан Сеня. Нигде не было его следов, казалось, что они просто исчезли в лесу. Если речь шла о маскировке, то аура от сутры Дун Сюань действовала превосходно. Их не смогли бы обнаружить даже обладатели ксеногенных генов с классом граф. Хан Сень принес Хаер в пещеру. Затем он бросил ее на землю. Брат Доллар, ты в безопасности. Я беспокоилась о тебе. Хаер выглядела невинной. Она с искренностью в глазах смотрела на парня. Очень жаль, что ты не стала актрисой. Хан Сень похвалил ее игру, а затем перестал обращать на нее внимание. Он просто стал обыскивать ее сверху донизу. Теперь юноша понимал, что эта девушка была особенной, а значит, она старая черепаха должна была дать ей что-то ценное. Хан Сень схватил ее для того, чтобы заставить старую черепаху ему помочь, но также он хотел получить сокровище, которое должно было быть у девушки. Брат Доллар, что ты делаешь? Я еще не достаточно взрослая. Хаер лежала на земле и краснела, напоминая застенчивую леди. В свое время Хан Сень видел много горячих девушек, поэтому вовсе не обращал на нее внимания. Юноша просто обыскивал ее, пытаясь найти сокровище. Хаер сильно разозлилась, но она была лишь слабой девушкой. Когда Хан Сень коснулся ее тела, она закричала. Не трогай меня, я из пиратов. Если ты не будешь меня уважать, то другие пираты разберутся с тобой. Они убьют всю твою семью. Извини, но я одинок. Можете приходить, когда захотите. Холодно ответил юноша и продолжил обыскивать одежду. Вскоре он обнаружил кинжал ядовитого клыка, но продолжил поиски. Брат Доллар, скажи мне, чего ты хочешь, и я дам тебе это. Хаер уже пробовала ему угрожать, но теперь решила подойти с другой стороны. Хан Сень проигнорировал ее слова и продолжил искать. Ублюдок, извращенец, я убью тебя. Я нарежу тебя, как Сашими. Хаер извивалась и пыталась сопротивляться, но Хан Сень положил на нее несколько монет. Она не могла ничего толком сделать. Парень продолжал обыскивать девушку, а она могла лишь кричать. У Хаер было много вещей, однако Хан Сень не знал, что из них может быть сокровищем. Но, недолго думаю, парень забрал все, что нашел, конечно, кроме ее одежды. Завершив обыск, Хан Сень еще раз взглянул на девушку, чтобы убедиться, что он ничего не пропустил. Хаер выглядела так, будто над ней поиздевались, и она тихо сказала. Что ты делаешь, если ты дотронешься до меня еще раз? Дядя Большой Пират не отпустит тебя. Он тебя уничтожит. Хаер выглядела плачевно, и хотя это было довольно привлекательно, Хан Сень холодно сказал. Не волнуйтесь, меня не интересует девушка без сисек. После этого Хан Сень обернулся и ушел. Он оставил ее в пещере, совсем одну. Ты ублюдок. Я не забуду об этом. Если бы у тебя были яйца, ты бы убил меня. В противном случае, Хаер смотрела на уходящего Хан Сеня и громко кричала. Она была унижена и взбешена таким обыском. Теперь девушка была в ярости. У нее было единственное сокровище, которое могло обеспечить ей безопасность, и оно хранилось внутри тела. К сожалению, оно было слишком высокого класса для Хаер, и она просто не могла его контролировать. Оно срабатывало, только когда она оказывалась тяжело ранена. Девушка хотела спровоцировать Хан Сеня, а затем призвать предмет, который смог бы разнести его на куски. Но Хан Сень ничего не сделал. Все, что он сделал, это порылся в ее вещах, а затем ушел. Девушка была так зла, что ей казалось, будто сейчас из носа потечет кровь. Хан Сень много чего получил во время своего путешествия. Помимо сокровищ, которые он забрал у Хаер, ему досталось еще и то, что он смог забрать у Хава Яйницея. Парень также нашел несколько ксеногенных ингредиентов. Это было довольно здорово. Глава 1774. Потребление плодомагнита. Хан Сень нашел укромные, скрытые от других, места, и со всеми полученными им сокровищами вернулся в святилище. Он планировал спрятаться дома на некоторое время, а затем вернуться. Кроме того, вернувшись, он снова будет Хан Сеним, и никто даже не подумает, что простолюдин с геноброней мог бы убить мистера Слана и ограбить Хаер. Юноша забрал домой все сокровища и стал их изучать. Лучшее, что он получил, это костяной меч пирата. Хан Сень не знал его класс, но мог использовать его остроту и свет. Благодаря мечу Юноша мог использовать довольно большую силу. На втором месте были стрелы, а затем кинжал ядовитый клык. Это было оружие, которое было выковано из материалов виконта. Были также некоторые ксеногенные материалы барона и некоторые другие вещи, принадлежавшие Хаер. Среди них он нашел несколько нефритовых бутылочек, наполненных таблетками. Но парень не знал для чего они, так как не было никаких надписей. Теперь у него было много странных предметов и ксеногенных материалов, и Хан Сень также смог достать несколько золотых яиц. По правде говоря, у парня была куча сокровищ. К сожалению, среди различных предметов не было ничего особенного. Он подумал, странно, Хаер должна была что-то получить от старой черепахи. Интересно, что это было. Юноша не знал, какой предмет могла дать старая черепаха, поэтому решил пока не думать об этом. Увидев все оружие и броню, созданные из ксеногенных материалов, Хан Сень ощутил разочарование. Было так много снаряжения, которые он не мог использовать, и ему стало довольно обидно. Если он решит их продать, то другие смогут выяснить их происхождение, и тогда поймут, кем был Хан Сень. Поэтому он не знал, что с этим всем делать. Эти предметы изначально были ксеногенными материалами. Может, я смогу их приготовить? Хан Сень решил приготовить нож класса барон, и поставил его вариться. По прошествии времени, нож растворился, и парень стал счастлив. Подойди и попробуй мою новую еду. Это смесь оружия и брони. Хан Сень позвал маленького ангела и остальных, чтобы поделиться тем, который он приготовил из ксеногенного материала. Но никто из них не осмелился, есть слишком много. Они не хотели создавать собственную геноброню и покидать святилище. Хан Сень, я хочу пойти на планету Кэйт. Когда Хан Сень отдыхал в саду, к нему подошел сидящий допоздна. Зачем? Хан Сень был смущен. Я хочу поискать Ся Хуа. Серьезно ответил мужчина. Я пытался. Возможно, Ся Хуа даже нет на планете Кэйт. Я не знаю, куда могла забрать его старая кошка, сказал Хан Сень. Ничего. Я просто не могу сидеть здесь и ничего не делать. Я должен был следить за Ся Хуа, поэтому я должен что-то сделать, сказал сидящий допоздна. Ладно, я возьму тебя, если ты решишься попробовать эти плоды-магниты. Согласно информации, которую я нашел, эти плоды могут позволить пройти вторую эволюцию. Но я в этом не уверен. Все будет зависеть от тебя, сказал Хан Сень. Я согласен, ответил мужчина. Хан Сень повел сидящего допоздна в свой тайник, где находились плоды-магниты. Мужчина взял один плод и, недолго думая, попытался откусить большой кусок. К сожалению, кожура оказалась слишком твердой, и он не смог ее прокусить. Хан Сень достал костяной меч пирата и с его помощью разрезал плод. Когда кожура семя лотоса была разрезана, изнутри вытекла жидкость, похожая на кленовый сироп. Сидящий допоздна быстро высосал сок и проглотил его. Плод был довольно большим, но сока было немного. Его было всего 2-3 литра. Когда он выпил сок, гена броня сама окутала тело мужчины. Гена броня стала излучать некоторую силу, а затем начала таять. Внезапно в воздухе появилось странное движение. Врата святилища ощутили, что с сидящим допоздна начали происходить изменения, и они начали открываться, чтобы выгнать его. Лицо Хан Сеня изменилось. Он положил руку на мужчину и использовал свою силу мутантной крови. Через мгновение, юноша телепортировал сидящего допоздна на планету Крит. Хан Сеня глянулся, к счастью, вокруг них не было других существ. Гена броня сидящего допоздна продолжала изменяться. После того, как она стала жидкой, то превратилась в сферу и изменялась прямо перед мужчиной. Он становится благородным, верно? Плод магнит хороший, неудивительно, что их считают сокровищем. Хан Сень почувствовал облегчение. Парень начал расслабляться. Ему очень хотелось увидеть, какой гена оружия создаст сидящий допоздна. Гена броня стала жидкой и, превратившись в сферу, вращалась перед мужчиной. В конце концов, начала формироваться определенная форма. Наблюдая за созданием предмета, Хан Сень почувствовал себя странно. Гена оружия, которая создавалась, напоминала чайник. Когда процесс завершился, то перед ними действительно появился белоснежный чайник. Для чего может пригодиться такое оружие? Спросил Хан Сень, глядя на чайник в руке сидящего допоздна. Парень впервые видел настолько странный предмет. Мужчина рассмеялся и ответил. По крайней мере, мы знаем, что это может превратиться в броню, но я понятия не имею, как его еще можно использовать. Хан Сень не стал больше ничего об этом говорить. Оглянувшись, он сказал. Теперь ты изолирован от святилища. Ты не можешь вернуться. Пойдем поговорим с ЦА. В конце концов, ее команде волшебников нужны люди. Ты можешь остаться с ней и адаптироваться к окружающей среде. Ладно, согласился сидящий допоздна. Хан Сень отправился в путь к выходу из ксеногенного пространства. На нем не было гена брони от Сутры Дун Сюань, поэтому другие не могли бы узнать, что он был долларом. Прошло четыре дня с тех пор, как он ограбил Хаер и, что удивительно, по пути не было никакой опасности. Также они не увидели других благородных. Они спокойно покинули ксеногенное пространство. Однако, как только они вышли, кто-то появился. Они двигались по разным путям и, похоже, пересеклись случайно. Когда этот человек увидел их, его голос прозвучал странно. Он тут же спросил. Кристаллизаторы не вымерли? Хан Сень и сидящие допоздна были шокированы. После того, как кристаллизаторы проиграли войну, они пошли в святилище. Но это было миллиарды лет назад. Поэтому было очень странно то, что кто-то лишь увидел его и сразу понял, кем он был. Они с тревогой оглянулись и увидели человека в одежде с перьями. Его голова была покрыта белыми перьями, и он казался похожим на человека. Он выглядел не очень красиво, но у него были глаза Феникса. Глава 1775. Кун Фэй. Ты тоже кристаллизатор? Спросил Хан Сень. Мужчина действительно выглядел как кристаллизатор. Конечно, нет. Как я могу принадлежать красе, которая не смогла зажечь ни одного фонаря в генозале? Мужчина покачал головой, как будто такое предположение было смешным. Незнакомец снова посмотрел на них и сказал. Если кристаллизаторы не вымерли, почему вы не отправились в кристаллический дворец для практики? Почему вы оказались здесь, на планете Кайт? Кристаллический дворец? Зачем нам отправляться туда для практики? В замешательстве спросил Хан Сень, взглянув на сидящего допоздна. Но они не совсем понимали, о чем говорил этот мужчина. Незнакомец посмотрел на них обоих так, словно перед ним была пара сирот, и сказал. Похоже, остались выжившие кристаллизаторы, но вы ничего не знаете об их славе. Не волнуйтесь, это не ваша вина. Они поспорили, что их раса сможет зажечь фонарь в генозале. Но им не удалось это сделать, и впоследствии они были уничтожены. К счастью, мало кто из них выжил. Сидящий допоздна поклонился мужчине и спросил. Как вас зовут? Можем ли мы больше поговорить о кристаллизаторах? Меня зовут Кун Фэй. Кун означает павлин, а Фэй летать. Затем мужчина добавил. Я не против рассказать вам обо всем, но у меня нет времени. Есть кое-что, что мне нужно срочно сделать. Если вы хотите все услышать, и если у вас будет время, я могу рассказать вам по пути. У нас есть время, сэр. Куда вы собираетесь? Спросил сидящий допоздна у Кун Фэй. Не называйте меня сэр, просто называйте меня Кун Фэй. Я слышал, что на планете Крит есть шахта возле горы Масы. Там находится редкая руда. Поэтому я хочу попытать счастье и найти ее, ответил Кун Фэй. Хан Сень и сидящий допоздна решили последовать за ним, так как они оба хотели послушать истории о кристаллизаторах. Хотя сидящий допоздна был кристаллизатором, но он мало что знал об истории своего народа. Хан Сень также интересовался ими, потому что люди, судя по всему, произошли от этой расы. Брат Кун, ты сказал, что мы должны отправиться в кристаллический дворец, где он находится, и что это за место? По пути спросил сидящий допоздна. Моя машина недалеко. Поехали со мной и обо всем поговорим. Кун Фэй засмеялся. Пройдя некоторое время, они увидели машину, припаркованную на дороге недалеко от горы. Но Хан Сень и сидящий допоздна стали подавленными, так как мужчина собирался ехать не на машине, а на тракторе, в котором не было салона. На планете Кэйт были много странных технологий. В других местах было почти невозможно увидеть что-то подобное. Кун Фэй завел трактор и сел на водительское сидение. Хан Сень и сидящий допоздна сели по обе стороны, схватившись за ручки. Видите, какая крутая у меня машина? Кун Фэй рассмеялся, и трактор помчался на большой скорости, поднимая облака пыли. Сидящий допоздна наклонился и кое-что спросил. Приходилось громко кричать, иначе грохот двигателя заглушал их голоса. Я просто слышал о том, что кристаллизаторы родились в кристаллическом дворце. Если это правда, для вас было бы идеально отправиться туда на тренировку. Но после того, как кристаллизаторы проиграли, многие другие расы стали претендовать на это место. Теперь кристаллический дворец принадлежит святому небу. Его контролирует герцог, и до него трудно добраться, немного подумав, ответил Кун Фэй. Услышав ответ, сидящий допоздна снова спросил. Как мы проиграли? Кто нас уничтожил? Кто? Вы хотите отомстить? Кун Фэй прищурился. Если бы я мог, то конечно сделал бы это, спокойно ответил сидящий допоздна. Кун Фэй рассмеялся. Для меня это не имеет значения. Почему? Спросил Хан Сень, а про себя подумал. Я очень много и долго искал в интернете, но так и не смог ничего узнать о кристаллизаторах. Этот парень знает много, и говорит такие вещи. Может раса этого человека уничтожила кристаллизаторов? Я слышал о кристаллизаторах только от других. Я не знаю, было ли это правда или нет, но я хотел бы у вас кое о чем спросить. Вы слышали о славном генозале? Да. Все расы зажигают там фонарь, чтобы оставить свое имя. Это слава для всей расы, и она может укрепить гены расы. Это позволяет легче совершенствоваться и развиваться. Каждая раса желает оставить там свое имя. Но в генозале находится небольшая яма, поэтому там не так много мест, где можно разжечь огонь. Она уже заполнена, и если кто-то новый захочет оставить там свой фонарь, то ему придется уничтожить пламя другой расы. Кун Фэй взглянул на Хан Сеня и сидящего допоздна. Они не были глупыми и сразу поняли, что он имел в виду. Ты хочешь сказать, что кристаллизаторы хотели отвоевать себе место, но проиграли? Спросил сидящий допоздна. Кун Фэй кивнул и сказал. Да, это то, что я слышал. Но что касается правдивости слухов, вам придется спросить самих кристаллизаторов или у той расы, которая их победила. Брат Кун, ты знаешь, какая раса ответственна за наше уничтожение? Спросил Хан Сень. Мужчина на мгновение задумался, а затем ответил. Дай подумать. Их называли демонами чего-то там. Во время путешествия они постоянно разговаривали. Хотя Кун Фэй кое-что знал, но то, что он говорил, было не совсем понятным. Кроме того, эта информация была не из первых рук. Все, что знал мужчина, было услышано от других. Поэтому они не могли быть уверены, что то, что им говорили, было правдой. Некоторые вещи, которые он сказал, действительно звучали нелепо, и казалось, что они были из сборника каких-то рассказов. В итоге, парни слушали его, но не могли полностью верить в услышанное. Брат Кун, к какой расе принадлежишь ты? Мужчина говорил о том, насколько велика его раса, но он никогда не называл им имя. Поэтому сидящий допоздна решил спросить. Моя? Да нет. Кун Фэй засмеялся. Хансени сидящие допоздна никогда раньше не слышали о такой расе, но, судя по его внешности, не было похоже, что они принадлежат к высшему уровню. Трактор продолжал мчаться по дороге, а Хансени сидящие допоздна задумались о том, стоит ли им вернуться или нет. Кун Фэй ничего больше не знал, поэтому дальше следовать за ним было бессмысленно. Но вскоре трактор остановился. На дороге появилось много существ, жителей Кэйт оказалось больше других. Но, как ни странно, их вели два физера. Хансень нахмурился, и ему не понравилось, что он увидел. Странным было то, что физеры находятся в таком отдаленном месте. Посмотрев на них, юноша увидел, что это были два мужчины. Они выглядели холодными, как синья, и пристально уставились на них. Глава 1776. Белое перо, окрашенное в красный. Они знают о синьях, подумал Хансень. Он не боялся, но сидящий допоздна, только что стал бароном. Он не мог вернуться в святилище, поэтому если физеры решат напасть, мужчина окажется в опасности. Кто из вас кунфы? Спросил один из физеров. Хансень почувствовал облегчение. Теперь юноша понял, что физеры были здесь не из-за него. Им нужен был кунфы. Я кунфы. Зачем вы пришли сюда? Если вы хотите, чтобы я вернул вам деньги, у меня их нет. Убивать меня также бесполезно. Мужчина развел руками. Это ты убил физера на каменной горе в ксеногенном пространстве? Зловещим тоном спросил физеру кунфы. Не помню, возможно. Мужчина покачал головой. Физер холодно хмыкнул и сказал. Ладно, можешь не признаваться, но мы все равно с радостью заставим тебя заплатить своей кровью здесь и сейчас. После этого физер взмахнул крыльями и полетел к кунфою. Затем он нанес удар. Свет меча напоминал радугу, устремившуюся по воздуху к мужчине. Кунфы уклонился от света. Хансини сидящий допоздна также успели спрыгнуть с трактора. Но, к сожалению, трактор оказался разрезанным пополам. Физер направился к кунфою, а второй физер приказал обитателям Кэйт атаковать Хансиня и сидящего допоздна. Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы даже не знаем его. Этот парень просто подвез нас, крикнул Хансинь. Тогда вы выбрали не тот транспорт, чтобы подъехать. Физер хмыкнул и направил свой меч на Хансиня. Парень был встревожен этим действием. Те, кого считали высшими расами, никогда не любили дипломатию и рассуждения. Но, к счастью для Хансиня и сидящего допоздна, этот физер оказался просто бароном. В группе жителей Кэйт. Сидящий допоздна призвал свою геноброню и устремился к физеру, а Хансинь отправился разбираться с жителями Кэйт. Хотя сидящий допоздна только что стал бароном, но у него был хороший боевой опыт. Благодаря этому, мужчина оказался более страшным противником, чем физер, бросивший ему вызов. Он был лучше, чем физер, но физер, похоже, имел преимущество. Хансиня пытались окружить жителей Кэйт, но парень старался избежать их. Он не хотел их убивать, но убегать ему тоже не нравилось. Хансинь не знал, что происходит, и он не хотел никого убивать. Последнее, что он хотел, это обзавестись большим количеством врагов. Это было бы не очень разумно. Кроме того, физеры хотели уничтожить кунфы. Однако, несмотря на то, что физер, сражающийся с мужчиной, было не слабее синья, ему все равно не удавалось навредить кунфою. Мужчина двигался очень быстро, и физер не мог коснуться даже его одежды. Хорошие навыки. Хансинь оказался шокированным. Юноша наблюдал за потоками энергии кунфы и изначально решил, что он был бароном. Однако, видя его таланты в бою, Хансинь понял, что он был не таким простым, как казался. Хотя его навыки были не очень сложными, они были очень четкими. Парень даже не мог сказать, что он был лучше кунфы. Присмотревшись к кунфою, Хансинь заметил, что мужчина даже не сосредоточен на физере. Вместо этого он поглядывал на Хансиня и сидящего допоздна. Кунфы заметил, что Хансинь смотрит на него, поэтому улыбнулся ему. Это выглядело довольно впечатляюще, и это потрясло юношу. После этого Кунфы вытащил перо из одежды и нарисовал в воздухе невидимый символ. Перо, которое он использовал, ничего не касалось, оно просто что-то чертило в воздухе. Спустя немного времени на нем появилась кровь. Капли красной крови на белом пере были очень хорошо заметны. Они скатывались по нему, но Хансинь не имел понятия, откуда они появились. Однако спустя секунду, юноша понял, откуда появилась кровь. Два физера и представители Кейт перестали их атаковать. Все схватились руками за шею и начали кричать в агонии. Кровь продолжала литья сквозь их пальцы. В итоге, все упали на землю, а вскоре и вовсе перестали дышать. Хансинь и сидящий допоздна оказались напуганными. Они не могли понять, как кунфы сумел убить их всех своим пером. Мужчина продолжал держать перо, затем он взмахнул им несколько раз и вся кровь исчезла. Он спрятал чистое перо и улыбнулся Хансинью и сидящему допоздна. Вы все еще хотите пойти к Гаримасы? Думаю, теперь мы должны это сделать. Хансинь криво улыбнулся. Вряд ли то, что их здесь встретили, было простым совпадением. Но если другие физеры узнают о том, что Хансинь и сидящие допоздна были с кунфы, то в их расставании не будет смысла, их все равно станут преследовать. Тогда вперед, кунфы сделал два шага, но затем остановился и встал на колени. Мужчина начал обыскивать трупы, говоря, «Так как вы, ребята, мертвы, ваши вещи вам не понадобятся. Позвольте мне использовать их от вашего имени». Прежде чем Хансинь и сидящие допоздна смогли отреагировать, кунфы уже обыскал все мертвые тела. Он взял все, что смог найти. Мужчина даже заглянул под нижнее белье трупов. Хансинь и сидящие допоздна поняли, что путь с кунфы им будет опасным, и это был не последний раз, когда они столкнулись с физерами. Но они не знали, почему кунфы и был рад их компании и решил взять их с собой. Хансинь не слишком боялся, так как он всегда мог вернуться в светилище. Но сидящий допоздна не мог этого сделать, поэтому юноше нужно было придумать, как его защитить. «Брат Хан, я видел твои действия. Они довольно хороши. Где ты обучился такому стилю?» С интересом спросил кунфы, пока они шли. «Никто меня этому не учил. Всему я обучился сам», — ответил Хансинь. Кунфы был шокирован, услышав это, но затем улыбнулся. «Замечательно». После этого мужчина больше не задавал вопросов. Он просто опустил голову и продолжил идти. Через несколько миль они услышали самолет в небе. Продвинутый самолет парил высоко над их головами. Увидев его модель, они сразу поняли, что он не принадлежал планете Кит. На этой планете просто не было возможностей для создания новейших самолетов. Они могли создавать только вертолеты. Соответственно, этот должен был быть из другой планеты. Самолет медленно опускался и, прежде чем Хансинь и сидящий допоздна увидели то, что предполагали, кунфы вытащил перо и снова нарисовал что-то невидимое по воздуху. Бам! Самолет оказался разрезан пополам, и он упал, как два огненных шара. Они приземлились на двух разных полях, образовав два больших кратера. Кунфы вел себя так, словно ничего не случилось, и спокойно спрятал перво в одежду. Хансинь и сидящий допоздна переглянулись. Похоже, что этот мужчина был намного сильнее, чем они предполагали. Нет, не только сильнее. Глава 1777. Одежда из перьев ангела. После того, как Кунфы уничтожил самолет, стало тихо, больше никто не появлялся на их пути. Брат Кун, ты такой могущественный. Конечно, ты можешь быть бесстрашным, но мы обычные люди. Если физеры попытаются нас убить, боюсь, что все может плохо закончиться, сказал Хансинь, продолжая следовать за Кунфоем. Мужчина прищурился и посмотрел на Хансиня. Ты хочешь, чтобы я взял на себя ответственность за вас? Я не говорю о том, что ты должен за нас отвечать. В конце концов, мы не девушки. Хансинь улыбнулся, а затем продолжил. Мы просто хотим, чтобы ты указал путь, по которому мы можем идти. Кунфый засмеялся и сказал. Я просто иду по пути, по которому меня ведут ноги. Я не следую ни одному из них. Поэтому, если вы хотите, чтобы я указал конкретный путь, по которому вы должны двигаться дальше, боюсь, это будет довольно сложно. Хансинь не знал, что сказать, поэтому решил просто последовать за Кунфоем. Он просто не понимал, какую цель преследовал Кунфый, когда пригласил их пойти с ним. Мужчина мог легко их убить, если бы они ему не понравились. Хансинь знал, что между ними большая разница в уровне, поэтому юноше было любопытно, почему Кунфый пригласил их пойти с ним. Хансинь даже задавался вопросом, был ли Кунфый одним из кристаллизаторов или нет, так как он был очень похож на них. Гарамасы была в тысячами лет западной части Гран-Сити. Однако Кунфый не хотел использовать поезд. Вначале они передвигались на тракторе, но теперь им пришлось идти пешком. В итоге, путешествие было мучительно медленным. Кроме того, Кунфый вовсе не спешил. Казалось, что он просто вышел на прогулку, желая расслабиться. Хансинь и сидящие допоздна беспокоились о физерах, которые, похоже, намеревались атаковать. Чем тише было сейчас, тем сильнее будет следующий штурм. По крайней мере, так думали парни. Несмотря на то, что Кунфый ничего не боялся, они все еще опасались атак. Они втроем путешествовали полмесяца, но ничего не происходило. Казалось, что физеры забыли о них. Кунфый указывал на поля, горы и объяснял, как будто он был профессиональным гидом. Он рассказывал им истории, например, о Леди Гарри и храме генерала. Слушая его, казалось, что все эти басни были реальными. Кунфый был тем, который мог рассказывать истории, и у него это очень хорошо получалось. Легенды, о которых он говорил, были ошеломляющими, захватывающими. Даже если Хансинь и сидящий допоздна знали концовку рассказа, о котором он начал говорить, они все равно охотно слушали Кунфая для того, чтобы услышать, как он его рассказывает. На 17-й день, когда они приблизились к каменному мосту, перекинутому через реку, Кунфый вышел на мост и сказал, перейдя этот мост, мы достигнем горы Масы. Если вы не хотите собирать руду, то вам не стоит туда идти. Мы можем расстаться прямо здесь. Хансинь и сидящий допоздна были в шоке. Они шли вместе в течение 17 дней. Казалось, что они изначально вместе отправились в это путешествие. Однако они прошли немного, и Хансинь был готов поклясться, что они прошли всего 400 миль. Учитывая это, они должны были быть еще далеко от горы Масы. Поэтому когда Хансинь и сидящие допоздна услышали, что гора была недалеко, они оказались шокированными. На другой стороне каменного моста была табличка с надписью «Старая деревня лесистой горы Масы». Они были удивлены этим, поскольку оба признавали тот факт, что не могли пройти такую дистанцию. Однако похоже, что каким-то образом они прошли такой отрезок, хотя и не понимали, как и уже оказались в нужном месте. Возможно, Кунфый как-то повлиял на это. Хансиню стало страшно, когда он осознал, что прошел тысячу миль, но даже не заметил как. Спасибо, что путешествовали со мной целых 17 дней. Это была роковая встреча, и я хотел бы кое-что дать вам. Считайте это наградой за то, что сопровождал меня, Кунфый вытащил два пера из своей одежды. Он бросил их вперед, и они аккуратно приземлились в руки Хансиня и сидящего допоздна. Каждый получил по одному перу. Хансинь сразу заметил, что перо было невероятно мягким. Оно было не больше его ладони. Это было настоящее перо. Юноша в этом не сомневался. Оно не было ксеногенным материалом. Вы знаете, что это за перья? Спросил Кунфый. Хансинь хотел сказать, что не знает, так как у многих существ были перья. Парень не понять, чем они могут отличаться, но его лицо внезапно изменилось. Молодой спросил. Это же не может быть пером физера? Да. Кунфый рассмеялся и ответил. На крыльях физеров есть перья. Есть два пера между крыльями, которые являются самыми мягкими, и они называются перьями ангела. Они очень дорожат ими. Моя одежда изготовлена из этих перьев ангела. Хансинь чуть не начал кашлить кровью. В его одежде было как минимум тысяча таких перьев. Если то, что он говорил, было правдой, то сколько физеров он убил, чтобы изготовить свою одежду. Теперь, когда Кунфый подарил им два пера ангела, он приблизил их смерть. У физеров не было причин хотеть убить Хансиня и сидящего допоздна, но теперь, когда у них появились два пера ангела, физеры, скорее всего, начнут на них охотиться. Кунфый понял, о чем подумал Хансинь, поэтому сказал. Не волнуйтесь. Если физеры увидят их, они не станут вас убивать. Брат Кун, мы на самом деле заинтересованы в поиске руды. Может, ты хочешь, чтобы мы и дальше сопровождали тебя? Хансинь не мог поверить, что физеры могут быть такими милыми. Мужчина посмотрел на Хансиня и слегка улыбнулся. Вы действительно хотите перейти этот мост? Путь несложный, но нам придется столкнуться в недружелюбным охранникам. Что за охранник? Спросил сидящий допоздна. Бриллиантовый герцог Кунфый посмотрел вверх на гору, и в его голосе послышались нотки беспокойства. Хансинь и сидящий допоздна переглянулись. Мужчину преследовали физеры, а теперь, возможно, он должен будет сражаться с более опасным врагом. Похоже, что Кунфая постоянно сопровождала опасность. Однако Хансинь не верил, что физеры не станут их трогать, если они сейчас уйдут от этого странного мужчины. Бояться нечего, поэтому мы пойдем куда угодно. Хансинь считал, что оставаться с Кунфой им будет безопаснее. Мужчина слегка улыбнулся и сказал, тогда пойдемте со мной, если вы этого хотите. Вы сможете уйти, когда захотите. Я не стану вас останавливать. После этого они прошли через каменный мост и пошли дальше к горе Масы. Хансинь и сидящий допоздна следовали за ним. Они уже зашли слишком далеко, поэтому считали, что им необходимо увидеть то, что будет дальше. Кроме того, Кунфой, похоже, не был злым по отношению к ним. Хотя он не раз подвергал их опасности, но зато мужчина подарил им два загадочных пера. Если бы Хансинь не знал, что Кунфой может легко их убить, то подумал бы, что мужчина просто ненавидит их и хочет заманить в ловушку. Подойдя ближе к горе, они увидели физера, стоящие перед входом. Хансинь пока не мог ощутить энергию существа, так как был довольно далеко, однако элегантная броня и необычная одежда придавали физеру особый вид. Я польщен тем, что бриллиантовый герцог лично пришел, чтобы поприветствовать меня, говоря, Кунфой смотрел на физера, но на самом деле он не выглядел польщенным. Откуда появилась твоя одежда из перьев? Бриллиантовый герцог уставился на одежду мужчины. Глава 1778. Место захоронения 3000 физеров. Давным-давно 3000 заключенных были вынуждены добывать руду в гаремосы. Они не могли уйти, в итоге, их настигла смерть, Кунфой не ответил прямо бриллиантовому герцогу, но сказал что-то бессмысленное. Но после того, как бриллиантовый герцог услышал то, что ему сказали, лицо физера побледнело, и он закричал. Кто ты? Мужчина снова не ответил на вопрос, но продолжил свой рассказ. Эти 3000 заключенных были рабами, которых здесь держали всю жизнь. Каждый из них умер там, где и родился. После их смерти перья между их крыльями были вырваны. Их было 3000, и они стали основой этой одежды. Невозможно. Мы уже давным-давно убили всех предателей. Кто ты? Взгляд существа стал острым, как лезвие. Он выглядел так, словно был готов разорвать Кунфуя на части и разрезать все его органы. Но мужчина только улыбнулся и снял свою одежду из перьев. Его верхняя часть тела была голой, но на его спине были видны два странных шрама. Они выглядели так, будто там когда-то росли крылья, но сейчас казались вырванными. Когда бриллиантовый герцог увидел шрамы на спине Кунфуя, его лицо изменилось. Его глаза вспыхнули убийственным огнем, и он закричал. Я не могу поверить, что в живых остались предатели. К счастью, ты смог прожить так долго, как ты смеешь появляться здесь, после убийства физеров. Ты должен умереть. После своих слов существо не стало ждать ответа. Его тело засияло золотым цветом, а его крылья расправились, напоминая два солнца. Свет стал охватывать все вокруг, и то, к чему касался этот свет, превращалось в золото. Реки стали твердыми, а камни превратились в слитки чистого золота. Вся окрестность превратилась в золотой мир. Бриллиантовый герцог, несомненно, был богом этого мира. Хансени сидящие допоздна были в шоке. Они знали, что происходящее было очень плохим, и будет очень трудно противостоять такой страшной силе. К тому же, если их превратят в золото, то они сразу умрут. Но прежде чем золотой свет коснулся их, белые перья, которые дал им кунфы, начали светиться ярким белым светом. Свет был похож на пузырь, который защищал их от повреждений. Золотой свет не смог проникнуть через святой свет. Кунфы встал на землю и снова надел свою одежду. Он не обращал внимания на золотой свет и с большим презрением сказал своему врагу. Из трех тысяч остался только я. Но три тысячи физеров все еще здесь, и я буду мстить за каждого их них. Предатель говорит о справедливости. Бриллиантовый герцог хмыкнул. Затем он начал взмахивать своими крыльями, от чего в воздухе стали появляться ударные волны. После каждого хлопка крыльями, бриллиантовый герцог становился сильнее. Изначально его тело казалось небольшим, но оно начало становиться больше. Вскоре, стоя на горе, существо стало похоже на статую. Хансени Кунфы, рядом с ним, были не больше муравьев. Это было довольно страшно. В доме могущественной семьи физеров было семь королей и несколько герцогов, которые смотрели видео через спутник. Они наблюдали за тем, что происходило на горе Масы. Когда они увидели шрамы на спине Кунфы, они все оказались повергнутыми в шок. Небесный король, правитель, нахмурился и сказал. Три тысячи физеров на всю свою жизнь застряли в шахтах горы Масы. Все они превратились в пыль, или так считали, как мог один из них выжить. Мой король, они стали пылью. Мы не могли ошибиться, и в то время, король это подтвердил. Оставшихся в живых не было. Если только. Король Сун замолчал, не высказав свое предположение. Если только. Что? Холодно спросил небесный король. Если только у одного из них не было ребенка в шахтах, о котором мы не знали. Этот ребенок, возможно, не был включен в число тех трех тысяч. Но если он находился в золотом руднике затмения, то он не смог бы там выжить. Кроме того, как заключенные могли успешно размножаться. Но даже если бы у них это получилось, как можно было скрыть ребенка от глаз наблюдателя. Он не смог бы выжить и жить. Это лишено всякого смысла, король Сун покачал головой. Этот мужчина, который там появился, ничего не значит. Просто пойди и убей его, холодно сказал король священная колонна. Все остальные короли были с ним согласны, поэтому продолжили смотреть видео. Бриллиантовый герцог был похож на Будду, и он неоднократно пытался ударить кунфуя ладонью. Золотые ладони будто покрывали все небо. Тени, которые они отбрасывали, были обессальными, они окутывали пейзаж тьмой. Глаза кунфуя не двигались. Он просто вытащил белое перо и что-то нарисовал им по воздуху. Маленький белый свет поднялся в воздух. Он тут же порезал гигантскую руку. Повреждение стало увеличиваться, и вскоре рука оказалась разрезанной пополам. Золотая кровь, подобно каскаду, начала падать на землю. Агркрик был невероятно громким, однако рука врага не опустилась. На второй руке также появилась маленькая белая линия, а затем начало распространяться на все тело физера. Через пару мгновений золотое тело бриллиантового герцога оказалось разрезанным на две части. Земля задрожала, когда кровь, подобно реке, полилась с неба. Горы и реки начали окрашиваться золотой кровью. Только белые перья оставались чистыми, на них не было ни капли этой крови. Хансени сидящие допоздна были удивлены. Раз кунфы и так легко смог убить герцога, он должен был быть королем. Но многие короли и дворяне также были в шоке. Сам король Сун выглядел мрачным и сказал. Я не могу поверить, что гибрид сумел стать королем. Лидер, пожалуйста, дайте мне разрешение сразиться с гибридом. Один король вышел вперед, его взгляд казался убийственным. Чтобы убить такого гибрида, потребуется гром. Я буду сражаться вместе с тобой. Король Святая Колонна встал, прося разрешение на присоединение к сражению у небесного короля. Прежде чем он ответил, кунфы и снова взмахнул своим белым пером. Гора Масы, высотой в тысячу метров, была разбита пополам, и это было сделано простым взмахом пера. Под горой высотой в тысячу метров были тысячи безымянных могил. Если бы гора не была разбита, никто об этом не узнал бы. И все же там было похоронено так много жизней. Кунфы и прошел возле безымянных могил, и как только Хан Сень решил, что он собирается помолиться за них, мужчина схватил свою одежду и начал ее трясти. Одежда разлетелась, а перья рассыпались по могилам. Перья попали на могилы и взорвались. После этого появились кости, которые были спрятаны в них. Кости были гнилые, и многие превратились в прах. На некоторых могилах приземлилась по два пера. Три тысячи лет ожидания, надежды. Три тысячи лет печали и несправедливости. Три тысячи лет унижения. Я собираюсь все это вернуть. Вам, ребята, не нужно больше ждать меня. Вам не нужно больше оставаться в этом мире. Глава 1779. Сражение за погашение огня. Голос кунфу эхом разнесся вокруг, а от его тела начала исходить сила. Нельзя сказать, что появились какие-то определенные волны, но казалось, что весь мир начал отвечать на его вызовы. Земля была тихой, а на небе сияли звезды. Хотя сейчас был день, звезды были повсюду. Казалось, что мужчина дышит галактикой, и это наполняет его силой. Кунфой повернулся спиной к могилам и смотрел в небо. Между звездами появился храм, который будто плыл по воздуху. Среди бесконечного количества планет и систем они все увидели этот храм на небе. Все были в шоке. Появился генозал. У кого-то что-то есть для него. Кто может быть претендентом? Всем, кто его видел, стало интересно. Даже высшие расы галактики были шокированы, увидев его. Прошло тысячу лет с тех пор, как в последний раз появлялся генозал, и сейчас он снова показался. Похоже, что приближалась большая опасность. Особенно это касалось тех рас, которые еще не смогли зажечь огонь. Не может быть. Все короли-физеры были шокированы. Они встали и пристально посмотрели на кунфы и древний храм, который показался в небе. У них появилось плохое предчувствие. Кунфы и полетел к этому древнему храму. Когда появился древний храм, стали раздаваться голоса. Многие странные тени окружили храм, но всякий раз, когда Хан Сень пытался внимательно их рассмотреть, они исчезали. Вскоре кунфы и оказался перед вратами. Затем он направил на них палец, и капля крови полетела к ним. Внимание каждого существа было привлечено его каплей крови. Их глаза пристально следили за тем, как она коснулась ворот. Бум. Благодаря этой капле крови таинственный, древний храм оказался открытым. Это означало, что врата одобрили гены, которыми обладал тот, кто хотел войти. Теперь он мог войти внутрь и попытаться заполучить для себя место. Но кровь все еще парила прямо перед вратами. Мужчина не смог войти полностью, потому что внутри не осталось места. Огни, находящиеся в храме, начали безумно дрожать. Затем от них стала исходить сила, которая представляла собой большую угрозу. Похоже, что это было предупреждением. Все повернулись, чтобы посмотреть на обнаженного человека, парящего в воздухе. Они чего-то ждали. Судя по лицу кунфы, он тоже чего-то ждал. Через пару мгновений, мужчина медленно произнес «Физер. Бум». Фонари древнего храма потускнили, но один из них стал светиться ярче. Из этого одного, подобно вулкану, вспыхнуло страшное пламя. Затем он поднялся и завис в генозале. На фонаре была видна золотая надпись «Физер». Увидев это, представители других рас ощутили облегчение. Им даже стало казаться это забавным. Но короли Физера и других представителей их расы, позеленили. Они начали двигаться настолько быстро, что пространство вокруг их тела стало потрескивать. Они пытались добраться до обнаженного человека. Интересно. Физер хочет заменить Физера. Очень интересно. Один из пиратов посмотрел в небо. На его лице отображалась злость. В темном зале несколько существ смотрели на человека возле врат в генозал. Привлекательная женщина, находящаяся среди них, сказала. «Я не могу поверить, что есть такие интересные люди». Одно из существ посмотрело на фонарь и тихо сказала. «На днях рев будет в генозале. Мы окажемся на самом высоком месте». Хан Синь, стоящий перед горой Масы, мог ощущать всю силу. В его разуме появилось много мыслей. Вскоре короли Физеры вошли в пространство, и благородные, подобно Рою, окружили обнаженного мужчину. Они были настолько громкими, что могли бы разбудить всю вселенную. У кунфы больше не было белых перьев, так как 3000 перьев были возвращены их владельцам. Два пера, которые принадлежали самому кунфою, сейчас были в руках Хан Синя и сидящего допоздна. Всех Физеров окутал свет, и они поднялись в воздух. Если бы небеса когда-то упали, то на землю упали бы и все ангелы, напугав все другие расы. За тысячу лет никто не смог погасить их свет, но миллиард лет назад подобные бои были обычным явлением. Это был обычный бой между двумя разными расами. Конкуренты использовали все, что могли, чтобы победить своего противника, занять свое место и зажечь огонь в генозале. Это было обычным явлением, но кунфый собирался бороться в одиночку. Но самое невероятное в этом было то, что он был Физером без крыльев. Семеро королей, включая лидера, устремились к нему. Огни меча начали разбивать реку времени, и по галактике распространилась страшная мощь. Вся эта сила пришла с неба, но кунфый не обращал на нее внимания. Он просто смотрел на фонарь со словом «Физер» на нем. Семь королей вместе с остальными Физерами бросились на кунфы. Но мужчина лишь продолжал уклоняться, странный свет сиял в его мышцах, коже и волосах. Вся эта сила обрушилась на него, но не смогла сорвать с его головы даже волосок. Казалось, что на мужчину дует легкий ветерок. Однако внезапно короли и другие благородные Физеры начали кашлять кровью. Многие Физеры начали падать, было трудно даже сосчитать, сколько было убито. Их лица были бледными, а крылья опущенными. Тело Бога. Он стал Богом. Закричал король Святая Колонна, кашляя кровью. Он стал не только Богом среди Физеров, но и среди всех других рас. Увидев это, все оказались шокированными. Многие закричали то, что прокричал король Святая Колонна. Тело Бога. Кунфы, ты действительно не собираешься останавливаться? Говоря, небесный король вытер кровь с губ, глядя на мужчину. Смерть, единственное, что остановит меня. Или, возможно, ваша смерть, холодно, ответил кунфы. Затем он поднял правую руку и взмахнул ею в сторону фонаря. Небесный король сердито закричал. Защищайте наш фонарь. Меллионы Физеров и сам небесный король заревели в унисон. Вся их раса сражалась за пламя. Фонарь ярко засветился, сила стала увеличиваться. Он превратился в золотую статую ангела, держащего двуручный меч. Рука кунфы стала приближаться в нему. Глава 1780. Один человек, одна раса. Фигура ангела, созданная золотым пламенем, сконцентрировала непобедимую силу. Выглядела так, будто для уничтожения целой галактики нужен был всего один удар. Это могло разрушить будущее. Многие могущественные расы думали, что физеры были практически всемогущими. Если бы раса не была бы сильной, то фонарь не выпустил бы такую блестящую силу. Он показывал силу этой расы. Если сила расы была могущественной, то фонарь ярко светился, а если слабый, то он тускнел. Но создание меча, способного разрушить вселенную, доказывало, насколько сильными были физеры. Кунфы посмотрел на фонарь, но его выражение не изменилось. Он посмотрел на слово на фонаре и попытался рукой ударить по нему. Его рука засветилась, свет был невероятно ярким. Мужчина не собирался отступать, несмотря на столкновения с расой, состоящей из миллиарда существ. Его уверенность была непоколебимой. Когда Хансень наблюдал за происходящим, его кровь начала циркулировать быстрее. Он хотел сражаться вместе с этим мужчиной, однако парень знал свое место. Хансень понимал, что его силы будет недостаточно, чтобы сражаться наравне. Любой благородный, оказавшись там, будет убит одним ударом. Хансень сдерживал свою страсть и смотрел на одинокого кунфы. Парень смотрел на то, как мужчина встретился с ангелом расы, которая преследовала его. В следующую секунду меч ангела осветил все планеты. Никто ничего больше не мог рассмотреть, везде был только золотой свет. Это длилось несколько секунд, а когда золотой свет погас, то собравшиеся увидели, что осталось в небе. Золотой ангел была высотой в километр, и она стояла прямо перед дверью в генозал. Ее спина все еще была связана с фонарем. Кунфы находился возле ангела, а его правая рука была покрыта кровью. Рана была серьезной, можно было увидеть даже его кость. Мы проиграли. Сидящий до познания отводил глаз, в которых был виден шок. Но в следующую секунду тело ангела рассыпалось на кусочки золотого света, которые начали разлетаться по всей галактике. Слово физер на фонаре стало трескаться, а затем исчезло, свет погас. Теперь там стало темно. Все физеры начали кашлить кровью. Землю стал покрывать кровавый дождь. Глядя на их тела, казалось, что они потеряли большую часть своей энергии. Бесчисленное количество физеров упало на Землю. А среди выживших, короли стали герцогами, герцоги, маркизами, а маркизы, графами и так далее. Это коснулось каждого физера. Титул самых слабых среди них не изменился, однако их база оказалась поврежденной, а таланты значительно ухудшились. Все оказались серьезно ранеными, и чтобы снова развиться, им понадобится целая вечность. Кунфы, просто убей меня, закричал небесный король. Он думал, что погасить их фонарь было намного хуже, чем его смерть. Горящий фонарь придавал их расе более высокий статус. Они находились в таком положении более миллиарда лет. Но стать одной из низших раз было намного хуже, чем просто умереть. Кунфы и улыбнулся и сказал. Три тысячи призраков физеров страдали в течение трех тысяч лет. Все эти три тысячи лет они плакали и испытывали ненависть. Эта боль хуже смерти. У них была надежда, потому что они все еще надеялись на меня. Но вы совсем другие. У вас не будет надежды, и скоро вы все исчезнете. После этого кровь кунфы коснулась потухшего фонаря. Через мгновение появился белый огонь, который осветил все вокруг. Кунфы, ты тоже физер. Мы сожалеем о том, что случилось. Но ты только что убил кучу физеров, среди которых есть даже короли. Эта потеря намного серьезнее, чем три тысячи обычных физеров. Это должно закончиться. Прошу, сделай так, чтобы на фонаре снова появилось слово физер. Ты можешь стать моим королем, и я буду делать все, что ты скажешь. Закричал король святая колонна, но ему пришлось замолчать, чтобы выплюнуть кровь. Несмотря на его крик, он больше не мог запугать кунфы. Теперь он был никем. Если ты сможешь оставить там надпись физер, мы сделаем все, что ты захочешь. Несколько королей, включая небесного короля, начали просить кунфы. Кровь мужчины не была чистой, но в ней все равно содержалась часть крови физера. Поэтому если их раса снова окажется на фонаре в генозале, то они опять станут одной из высших рас. В тот момент, когда я вырезал свои крылья, я перестал принадлежать к физерам, хотя голос кунфы оказался спокойным, его аура была наполнена страшной ненавистью. Новая раса, моя раса, она будет называться Данит. Она начнется с меня и закончится на мне. Никто из других рас не сможет присоединиться ко мне, никто не сможет назвать себя именем моей расы. Голос кунфы стал громким. Казалось, что даже звезды задрожали, после его слов. На фонаре с белым огнем, появилась надпись Данит. Небесный король снова начал кашлять кровью. Появление этого слова означало, что у физеров больше нет шансов, теперь они больше не были высшей расой. Дождь. Сильный дождь. На всех планетах начался дождь, и молнии стали танцевать, подобно драконам. Похоже, что это был плач о падении высшей расы, и праздник по случаю рождения новой высшей расы. Хансень стоял под дождем и смотрел в генозал. Тот момент, когда фонарь с новым названием влетел в генозал, казался для юноши странным. Ему казалось, что внутри находились глаза, которые смотрели на него. Черная броня, которая оставалась неподвижной, внезапно наполнилась призрачной силой. Это вызвало у Хансень ощущение, будто он замер. Все, что он мог сейчас делать, это стоять под дождем. В чем дело? Хансень был в шоке. Когда фонарь оказался в зале, врата закрылись. А затем весь замок просто исчез, но Хансень ощутил странную силу, проникшую в его море душ. Она вошла прямо в его черную броню. Тело Хансень снова стало нормальным. Его черная броня больше не шевелилась. Парень взглянул на то место, где исчез генозал, а на его лице было растерянное выражение. Когда врата закрылись, странные ощущения начали постепенно исчезать. Казалось, что черная броня была активной только тогда, когда врата были открыты. Это не могло быть совпадением. Что же это за черная кристаллическая броня? Или это из-за меня? Почему мне казалось, что за мной наблюдают? В генозале кто-то живет? У Хансень появился целый список новых вопросов, но сейчас он не мог найти ответ ни на один из них. Древний замок исчез. На других планетах не происходило ничего странного. Перед всеми было только пустое небо. Поврежденные физеры и сам кунфы исчезли из виду. Хансень продолжал стоять под дождем и думал. Внезапно к нему подошел голый мужчина. Это был кунфы, который являлся единственным представителем расы Данит. Глава 1781. Один физер и три тысячи взезд. Кунфы стоял перед горой массы, которая была расколота надвое. Он стоял под дождем, позволяя ему омывать свое тело. Мужчина стоял в торжественной тишине, не говоря ни слова. Некоторое время спустя кунфы вздохнул и сказал. Ребята, вы хотели уйти навсегда. Даже после смерти вы хотели быть свободными. Полагаю, захоронение это не то, что вас интересовало. После этого он махнул рукой. Внутри горы три тысячи могил начали испускать яркий белый свет. Через пару мгновений, кости поднялись из земли и устремились к небесам. Когда они поднимались в атмосферу, то превратились в пыль, которая затем рассеялась среди звезд. Быстро и чисто. Это избавит от множества неприятностей. Единственная хорошая вещь в вас, ребята, это то, что вы никогда не приносили неприятностей. Кунфы посмотрел на звезды и улыбнулся. Но затем блестящая слеза скатилась по его щеке. Хансени сидящие допоздна стояли в нескольких шагах от него, потеряв дар речи. Некоторое время спустя кунфы улыбнулся и обратился к Хансению. Ребята, вы понимаете, почему я хотел, чтобы вы сопровождали меня? Хансени сидящие допоздна покачали головами. Они не знали, им не удалось понять, почему кунфы выбрал их и почему хотел, чтобы они стали свидетелями такого важного события. Сначала Хансень думал, что кунфы хочет обмануть их, но теперь он понял, что все было не так просто. Мужчина подошел к ним и похлопал их по плечу. Он сказал, я был найден кристаллизатором, и именно так я избежал судьбы своего народа. Я сбежал из шахты, из которой никто другой не смог выбраться. Мне помог кристаллизатор, и вы двое появились в качестве напоминания. Это судьба. Так должно было быть. Кристаллизатор помог тебе сбежать? Кем он был? Хансени сидящие были шокированы. Они не могли поверить, что тот, кто смог зажечь свой фонарь, был связан с кристаллизаторами. Я не знаю. Он не сказал мне, и я никогда больше его не встречал. Но я точно знаю, что у него был кулон кошки с девятью жизнями. Кунфы посмотрел на перья, которые он подарил Хансенью и сидящему допоздна. Возьмите их в качестве талисманов. Пока я жив, они могут оказаться полезными. Но те, кто являются представителями высших рас, точно захотят их получить. Это подарок, и теперь они ваши. Вы можете делать с ними все, что пожелаете. После этого кунфы ушел. Он шел не быстро, но сделав несколько шагов, мужчина просто исчез. Когда Хансень решил его окликнуть, его нигде не было видно. Кулон кошки с девятью жизнями? Кем мог быть тот кристаллизатор? Хансень задумался, а в его голове стало проноситься множество мыслей. Это вселенная большая. Это была хорошая идея прийти сюда. Сидящий допоздна неожиданно вздохнул. Он всегда был спокоен и сдержан, но теперь мужчина был полон страсти. Хансень был не таким чувствительным, как он. Во всех отношениях он был реалистом. Но даже несмотря на то, что было много элитных бойцов вокруг, это не ослабило его желание продолжать тренироваться и совершенствоваться. Парень хотел увидеть мир и все, что в нем было. Пойдем. Нам нужно выбираться отсюда. Хансень потащил за собой сидящего допоздна. Кунфы ушел без предупреждения. Он не предложил провести их обратно, хотя они находились в тысячами лет западного Гран-Сити. Когда мужчина был с ними, то их путешествие было довольно спокойным, но без него наверняка все будет по-другому. Хансень окликнул кунфы, так как хотел попросить его провести их обратно. Только бог мог знать, что с ними может случиться, если они будут путешествовать сами. Когда пара достигла моста, который они пересекли ранее, то увидели кого-то стоящего на другой стороне. Однако у человека был зонд, поэтому из-за него и сильного дождя было невозможно понять, кто это был. Но от этого человека исходила жизненная сила, такая же мощная и обширная, как и вся галактика. Она была невероятной. Хансень и сидящие допоздна остановились, чтобы рассмотреть его. Но как только они это сделали, незнакомец тоже посмотрел на них. Спустя некоторое время человек спросил. Ребята, вы готовы продать свои белые перья? Нет. Сидящий допоздна сразу покачал головой. Хансень улыбнулся. Какую цену ты предлагаешь? Эти перья бесценны, но во время торговли в любом случае должна быть установлена цена. 3000 залежей звездной руды за одно перо, медленно ответил мужчина. Слишком мало. Хансень покачал головой. 300 планет пригодных для жизни за одно перо, снова предложил незнакомец. Хансень снова покачал головой. Загадочная фигура не стала с ним говорить. Вместо этого он повернулся к сидящему допоздна. Если ты присоединишься к моему племени, я смогу помочь тебе улучшить твое белое перо. После этого ты сможешь наслаждаться исцелением, которым обладает только мой вид. Сидящий допоздна покачал головой, на что мужчина сразу сказал. Ты хоть представляешь, от чего отказываешься? Хотя у тебя есть божественное перо, оно бесполезно, если никто не научит тебя улучшать его. Я ценю твои намерения, но не хочу присоединяться ни к какому племени, сказал сидящий допоздна. Мужчина хмыкнул. И когда Хансень повернулся, чтобы посмотреть на него, тот исчез. Казалось, что его здесь вовсе никогда не было. Они продолжили свою путь и перешли мост. Вскоре у реки появилось существо. Оно было таким большим, что издалека напоминал гору. Ты продаешь это белое перо? Спросило существо, глядя прямо на Хансеня. Его голос был настолько громким, что барабанные перепонки парня чуть не лопнули. Все зависит от цены, улыбнулся Хансень. Существо хмыкнуло и сказала. Физеры проиграли. Я отдам все святое небо в обмен на это перо. Нет, хотя Хансеня заинтересовало это предложение, он был вынужден отказаться. Святое небо было высокоуровневым ксеногенным пространством. Там должно было быть много сокровищ и бесчисленное количество ксеногенных материалов. Даже физеры считали это место невероятно дорогим. Поэтому можно было понять, насколько важным оно было. Несмотря на то, что физеры проиграли, они не были уничтожены. Завоевание территории святого неба было тем, чего не могла достичь ни одна обычная раса. Но существо сказало, что может поменять святое небо на перо, и это было очень хорошее предложение. Но Хансень волновался, что существо говорило неправду. Однако если такое существо решит украсть перья, то ни Хансень, ни сидящий допоздна не смогут противостоять ему. Существо посмотрело на Хансеня так, словно знало, что парень просто не хочет соглашаться на сделку, поэтому обратилась к сидящему допоздна. Те, кто живут в зоне существ, готовы тебя научить. Если ты согласишься присоединиться к нам, я смогу научить тебя, как его усовершенствовать. Если ты сможешь стать королем, я смогу предоставить 12 божественных мест. Глава 1782. Встреча со старой кошкой. Сидящий допоздна покачал головой и, слегка поклонившись существу, сказал. Я ценю твое предложение, но все равно отказываюсь. Услышав отказ сидящего допоздна, существо замолчало. Затем оно улетело вверх и вскоре исчезло в космосе. Сидящий допоздна и Хансень продолжили свое путешествие, встречая гораздо более могущественных существ по мере их продвижения. Все они хотели купить перья или, по крайней мере, сделать так, чтобы эти двое присоединилось к их племенам. Однако, каждое предложение было отклонено мужчинами. Хансень чувствовал себя подавленным. Все элиты стремились купить белое перо, которым он обладал, но никто не пригласил его в свое племя. Казалось, что все подобные предложения были исключительно для сидящего допоздна. Пока они шли, их встретили представители пяти разных элитных рас, после этого не было никого значимого. Но это не означало, что больше никто не интересовался белыми перьями. Просто эти пять представителей были из самых могущественных рас и предлагали невероятные предложения. Учитывая это, другим раса не было даже смысла что-то предлагать, потому что все, что они могли дать, никак не могло конкурировать с предложениями лучшей пятерки. Дождь все еще не прекратился. Пройдя полдня, они нашли заброшенный дом, в котором решили поискать убежище и укрытие. Но как только они вошли, у Хансеня расширились глаза. Рыжее существо, похожее на лису и кошку, лежало на грязном столе. Оно уставилось прямо на них, как только они вошли. Отлично. Это ты, старая кошка. Как ты посмела показаться мне на глаза? Я живьем вздеру с тебя шкуру. Хансеня сразу охватил гнев и он решил ударить кошку по морде. Пока его кулак приближался, парень закричал. Где Сиахуа? Старая кошка телепортировалась к стропилам на потолке, улыбнулась и сказала. За Сиахуа очень хорошо ухаживают. Не волнуйтесь. Не волноваться, сволочь. Приведи мне Сиахуа. Хансень снова попытался добраться до существа. Но старая кошка оказалась очень быстрая и снова исчезла. Когда она появилась, то опять запрыгнула на стол. Существо медленно начало говорить. Я забрала его для его же выгоды. Для него это только пойдет на пользу. Ты не можешь позаботиться даже о себе, тогда как, по-твоему, ты собираешься заботиться о Сиахуа? Как ты можешь помочь его развитию? Это дело моей семьи. Не твое. Хансень продолжал преследовать старую кошку, пока говорил. Тело старой кошки продолжало исчезать, и кулак парня никак не мог его коснуться. Ха-ха. Мне было жаль смотреть на такого особенного и великого ребенка, чей потенциал был похоронен. Но теперь его жизнь стала хорошей. Возможно, пройдет еще восемь лет, прежде чем он станет королем. Есть все шансы, что он сможет стать богом. Он может стать таким же богом, как Кунфы. Ты отец, поэтому должен поддерживать то, что будет лучше для него. Ты не должен ограничивать его потенциал и сдерживать его. Старая кошка пыталась убедить Хансеня. Я позабочусь о своем сыне. Ты лучше верни его, или я убью тебя прямо здесь. Сердито сказал парень. Сиахуа в данный момент не сможет вернуться. Но я могу показать его. Старая кошка что-то бросила в Хансеня. Словив предмет, юноша увидел, что это был коммуникатор. Там уже было запущено видео, и он увидел Сиахуа. Тетя Мэй, я действительно больше не могу есть. Ты можешь помочь мне съесть этот плод? Хансень отложил свою идею убить старую кошку и внимательно смотрел на коммуникатор, разглядывая своего сына. На самом деле, Хансень знал, что он намного хуже, чем старая кошка, и со своей нынешней силой парень просто не сможет ее сейчас убить. Поэтому продолжать гоняться за существом было бессмысленным занятием. Видео представляло собой серию фрагментов со многими эпизодами, которые были обрезаны и соединены вместе, чтобы дать Хансенью представление о том, на что похожа повседневная жизнь его сына. Сиахуа ел довольно хорошо каждый день, а красивая женщина и три монстра спокойно тренировались с мальчиком. Хансень мог сказать, что они обучали Сиахуа некоторым навыкам, и что мальчик быстро улучшался. Каждый день его способности возрастали. Что скажешь? Если бы мальчик был рядом с тобой, то не смог бы получить никакой пользы. Он не получил бы обучения и силы, в которых он нуждается. Ты должен поблагодарить меня, дерзким тоном заявила старая кошка. К черту благодарности. Я предупреждаю тебя снова. Отдай мне Сиахуа или я разберусь с тобой. Хансень продолжал смотреть видео и одновременно снова попытался ударить существо. Хансень действительно ненавидел старую кошку за то, что она сделала. Из-за нее он мог видеть своего сына только на видео, но юноша хотел, чтобы мальчик всегда был рядом с ним. Почему ты не можешь просто быть милым? Старая кошка выглядела подавленной. Не мог бы ты перестать пытаться меня ударить? Я пришла сюда, чтобы обсудить серьезные вопросы. Говоря, старая кошка продолжала уклоняться. Сиахуа хочет научиться владению мечом. Ему нужен короткий меч, и это перо может быть идеальным для него. Пошла ты. Хансень не дождался, пока старая кошка закончит говорить, и снова попытался ударить ее. Хансень знал, что существо не просто так дало ему видео с мальчиком. Все, что хотела старая кошка, это перо кунфы. Сидящий допоздна сказал, старая кошка, если ты позволишь мне встретиться с Сиахуа, то я отдам тебе свое перо. Услышав его слова, существо и Хансень оказались шокированным. Пять элитных представителей предлагали невероятные сделки, но сидящий допоздна даже не задумывался над тем, чтобы согласиться. Зато теперь, ради того, чтобы увидеть Сиахуа, мужчина был готов отказаться от бесценного пера. Это был невероятно трогательный момент. Спустя пару мгновений старая кошка крикнула. Видишь, он тот, кого можно назвать настоящим мужчиной. А ты кто? Отец, предположительно. После этого существо подошло к сидящему допоздна и улыбнулось. Проблема в том, что не просто так я не хочу вас туда отвезти, все из-за обычных людей. Когда обычные люди туда попадают, то не могут там выжить. Я бы не отнесла туда Сиахуа, если бы не была уверена в том, что мальчик особенный. Может, ты просто отдашь мне перо, а я передам его Сиахуа? Если я не смогу увидеть мальчика, то даже не буду думать о том, чтобы отдать тебе перо. Спокойно ответил сидящий допоздна. Старая кошка почувствовала себя подавленной. Как я могу заставить вас поверить, что я делаю это только для блага Сиахуа? Если бы туда можно было вам войти, то я провела бы вас. Пока я не увижу Сиахуа, не изменю свою позицию. Хансень остановился. Он больше не собирался гоняться за старой кошкой, так как все равно не мог ее поймать. Существо вздохнуло и сказала. Ладно, если вы решили не отдавать мне перья, то я найду другой путь. Но могу сказать одно, вы очень слабые. Эти перья, которые есть у вас, похожи на бомбы замедленного действия. Если вы не хотите отдавать их мне, то просто избавьтесь от них. Я не верю, что кто-то решил украсть их у нас, ответил Хансень. Все боятся кунвая, поэтому еще никто не попытался их украсть. Но некоторые существа будут вести себя более безрассудно, чем те, с которыми вы уже столкнулись, сказала старая кошка. Затем она посмотрела на сидящего допоздна и добавила. Хочу сказать, что зона существ – отличный выбор. С тобой все будет в порядке, и ты сможешь сохранить божественное перо. И ты сможешь найти дом в этой фракции. А что насчет тебя? Старая кошка с сожалением посмотрела на Хансеня. Глава 1783. Неопределенное будущее. Старая кошка немного помолчала, а затем сказала. Люди, это ветви от дерева кристаллизаторов. Поскольку человеческая кровь нечистая, а светилища заставляли вас быстро развиваться, ваши гены не очень стабильны. Поэтому ваше будущее неопределенное, ему не хватает стабильности чистой крови. Старая кошка сделала паузу и добавила. Несколько старейшин, которых вы встретили по дороге, предлагали сидящему допоздна присоединиться к их кланам, потому что они хотели заполучить для себя короля. Конечно, это не сразу произойдет, для этого придется много работать. Кроме того, они обещали помочь развить его белое перо. Даже у такой большой фракции, как зона существ, возникло бы много вопросов. Но довольно легко понять, почему они выбирали сидящего допоздна. Они предпочитают гарантированный успех, но выбор тебя был бы для них большим риском из-за нестабильности твоих генов. Можно сделать вывод, почему они не готовы инвестировать в тебя. Если люди такие плохие, верни мне Сиахуа, сказал Хансень. Старая кошка рассмеялась и ответила. Он другой. Вы – первое поколение, и мы не уверены, насколько далеко может зайти ваше развитие. Сиахуа отличается, потому что он уже второго поколения. У него богатый потенциал, и его гены стабильны. Он родился таким. Отчасти это могло произойти из-за тебя, но ты – первое поколение, поэтому, если ты хочешь добиться результатов, тебе придется работать самостоятельно. Хансень был слишком ленив, чтобы продолжать разговор, поэтому он просто холодно смотрел на старую кошку. Но не волнуйся. Если ты преуспеешь достаточно хорошо, ты все равно сможешь стать богатым. Старая кошка закатила глаза и продолжила. Но если ты хочешь, чтобы большая фракция, такая как зона существ, потратилась на тебя, то это невозможно. Такие крупные фракции, как правило, избегают рисков и обязательств. Они не слишком отличаются от ваших инвесторов в альянсе. Иногда они инвестируют с высокими рисками, но вкладывают мало и ожидают высокой прибыли. Ты не можешь положить все яйца в одну корзину. Инвестирование в тебя требует от них слишком многого. Никто не сможет попросить их сделать ставку и рискнуть, так как результат неопределенный. Я слышал тебя в первый раз. Нет необходимости повторяться. Хансень закатил глаза. Старая кошка рассмеялась и сказала. Итак, у меня есть предложение. Ты можешь войти в сокровищницу ваньцзи с пером. Сокровищница ваньцзи. Хансень нахмурился, так как не знал, что это за место. Он никогда не слышал о нем. Существо начало объяснять. Это как святое небо или ксеногенное пространство существ. Однако расу, которая владеет этим место, называют тысячей сокровищ. Это мощная раса, и она имеет очень высокий ранг в генозале. Они любят собирать сокровища, и они известные бизнесмены и коллекционеры. Они очень благородны во всем этом. Если ты отнесешь перо в сокровищницу ваньцзи, то сможешь получить за него все, что захочешь. Ты не останешься в убытке. Но я предлагаю тебе не продавать его за деньги. Используй его, чтобы стать членом сокровищницы ваньцзи, сказала старая кошка. И к кому я тогда смогу присоединиться? Хансенью было не очень хорошо. Сидящего допоздна приглашали присоединиться и были готовы оставить ему перо. Но Хансенью требовалось отдать перо за то, чтобы стать одним из членов какого-то клана. Однако парень не хотел вступать в ряды другой расы. Даже если бы он это сделал, он не хотел связываться с ними через материальные сделки. Старая кошка быстро ответила. Имея в виду, что присоединение к ним не означает, что ты станешь одним из их расы. Это также не значит, что ты полностью откажешься от своего божественного пера. Тысяча сокровищ обожают сокровища. У них есть особое правило. Если у кого-то из другой расы есть предмет, который они действительно хотят, то этот человек может пойти в сокровищницу в Антзе и стать ее членом. Это не значит, что ты станешь одним из тысячи сокровищ. Если тебе нужен пример из твоего альянса, то это можно назвать чем-то вроде клуба. У тебя появится некоторая защита и сила, но перо по-прежнему будет принадлежать тебе. Тебе не придется беспокоиться о том, что его может забрать кто-то другой. С ними ты будешь в безопасности. Тысяча сокровищ настолько щедры. Они готовы защищать меня и перо просто так? Скептически спросил Хансенью старой кошки. Конечно, бесплатного обеда не бывает. Пока ты будешь хранить перо в сокровищнице, ты будешь их членом. Но если ты его заберешь, то потеряешь все привилегии членства. За сокровищами, которые там хранятся, следят представители тысячи сокровищ, но можешь не волноваться, они надежные и очень внимательные. Кроме того, без твоего разрешения они не станут проводить никаких исследований с твоим предметом, ответила старая кошка. Видя, что Хансень молчит, она продолжила. Физеры были побеждены и стали низшей расой. Их сила значительно уменьшилась. Ранее, планета Кэйт была порабощена ими, но теперь здесь могут начаться беспорядки. Поэтому я советую вам уйти и заняться тем, что вам нужно сделать. Есть способ связаться с зоной существ и сокровищницей Ваньцзя. Когда вы с ними свяжетесь, они обязательно придут и заберут вас. Подумай об этом, парень. Зона существ хороша. Лучше присоединиться к ним и подняться на уровень выше, чем делать все самостоятельно, сказала старая кошка, продолжая оставаться на расстоянии. После этого существо исчезло. Хотя Хансень начал звать кошку, она больше не появилась. Хансень был очень взволнован. Он взял видео и вернулся в святилище, чтобы показать Сяхуа Джи Янран и своей матери. Они смогли немного успокоиться, так как узнали, что их мальчик был в относительной безопасности. Но они только немного смогли унять свое беспокойство. Полностью спокойными они смогут стать только тогда, когда Сяхуа будет рядом с ними. После того, как Хансень вернулся в заброшенную комнату, он поговорил с сидящим допоздна о том, что им следует делать дальше. Хотя старая кошка часто советовала сомнительные вещи, но в этот раз она была права. На планете Кейт скоро начнется хаос и будет лучше, если они заранее составят дальнейший план игры. Спустя некоторое время, сидящий допоздна сказал Хансенью. Я хочу пойти в сокровищницу в Ангдзе. Хансень тоже считал это неплохой идеей, ведь старая кошка заверила их, что если перо будет находиться внутри, его никто не станет похищать. К сокровищу был доступ только у того, кому оно принадлежало. Это звучало довольно здорово. Однако Хансень не собирался туда идти. По словам старой кошки это было хорошее предложение, но, возможно, немного хаоса могло принести пользу юноше. Он планировал остаться на планете Кейт. Хансень был удивлен, что сидящий допоздна решил не присоединяться к зоне существ, но мужчина не стал объяснять причину, а парень не захотел спрашивать. Затем они использовали номер, который дала им старая кошка, чтобы связаться с сокровищницей в Ангдзе. После разговора кто-то перелетел на самолете и забрал сидящего допоздна. Уже многие знали, что Хансень и сидящий допоздна стали обладателями божественных перьев. Тысяча сокровищ тоже знали это. Но все, что они сделали, просто внимательно осмотрели перо, когда его принесли в сокровищницу в Ангдзе. Перед тем как расстаться, сидящий допоздна сказал Хансень, что возобновит поиски Сяхуа. Если ему удастся узнать что-то новое, то он сразу сообщит парню. Хансень был тронут, что сидящий допоздна так переживает за мальчика. Однако мужчина просто считал своим долгом отыскать его и защитить. Он думал о том, что ранее потерпел неудачу, поэтому теперь его конечной целью был поиск Сяхуа. Глава 1784. Нахождение сокровища. После того, как сидящий допоздна ушел, Хансень один отправился в Гранд-Сити. Он шел полдня, а потом увидел множество кораблей, парящих в атмосфере, а затем стали раздаваться взрывы. На планете Кэд действительно начинаются беспорядки. Надеюсь, с ЦА, Ланьс и мистером Тайгером все в порядке, подумал Хансень. Парень ускорил шаг, чтобы быстрее добраться до городка. Это был небольшой город, но Хансень пытался найти общественный транспорт, чтобы быстрее вернуться. Но, к сожалению, этот город тоже был в хаосе. На вокзале произошла драка, в результате которой тот был уничтожен. И, кроме того, других видов общественного транспорта здесь не было. В итоге, Хансень решил покинуть этот городок. Однако он не успел этого сделать, так как его остановила группа существ. Друг, давай прогуляемся вместе. Лидер улыбнулся Хансенью. Зачем мне с вами прогуливаться? Посмотрев ни них, юноше показалось, что эти существа похожи на кентавров из древних мифов. Их верхняя часть тела была человеческой, но нижняя часть тела была телом быка, а не лошади. Не пойми неправильно наши намерения. Мы не настроены враждебно, мы просто хотим установить дружеские отношения. Если у тебя есть желание, то можешь посетить наше место. Мы не хотим причинять тебе боль, пока будем нападать на планету Кэд. Главный кентавр засмеялся. Спасибо, но я могу позаботиться о себе, так что не беспокойся обо мне. Хансень обошел их с очевидным намерением уйти. Хотя они сказали, что хотят защитить его, но кто знал, как их намерения могут измениться. Хансень не считал, что имя кунфы сделает его неуязвимым. Пожалуйста, иди с нами и не усложняй ситуацию. Ведущий кентавр махнул, и дюжина кентавров бросилась вперед, чтобы остановить Хансеня. Два кентавра мгновенно оказались перед парнем и попытались его схватить. Значит, мы играем в хардбол? Да, подумал Хансень. Парень начал передвигать ноги и стал похож на ветер, легко уклоняться от противников. Он устремился к жилому району, оставив за собой столб пыли. Не дайте ему сбежать, закричал главный кентавр, и остальные кентавры бросились преследовать парня. Хансень не боялся погони, и он мог использовать свои движения. Дунсюя не легко передвигаться, чтобы эффективно парить по улицам. Кентавры долго его преследовали, но в конце концов потеряли из виду. Вскоре, парень вышел из разрушенного здания. Он облачился в броню Дунсюянь. Из-за этого его аура значительно изменилась. Хансень решил сбежать из города, выбрав другой путь. Но когда он добрался до окраины, то увидел там старый корабль. Многие жители Кейт и другие стояли в очереди. Брат, ты благородный из жителей Кейт? Когда Хансень приблизился к кораблю, к нему подошел мужчина и вежливо спросил. Вроде того. А что? Сказал парень. Ты же знаешь, что физеры больше не защищают планету Кейт. Правда. Из-за этого на нашей планете начался хаос. К нам вторглись чужие. Мы из семи зеркал, и мы ищем новых членов. Нам очень нужны такие братья, как ты. Если ты присоединишься к нам, с тобой будут очень хорошо обращаться. Ты не будешь страдать в разгар войны. Мужчина сказал это так, будто его предложение было чем-то невероятным. Через некоторое время Хансень понял, что происходит. Семь зеркал были высшей расой, как физеры. Однако их было немного, и у них уже была планета, которой они управляли. Поэтому они были рады, если посторонние согласятся к ним присоединиться. После того, как физеры пали, семь зеркал послали представителей, чтобы начать набор с планеты, принадлежащей Святому Небу. Узнав об условиях, которые он мог получить, и о том, как они собираются действовать дальше, Хансенью захотелось присоединиться. Причина, по которой юноша захотел присоединиться, заключалась в том, что после набора людей здесь они собирались отправиться в другие города, и Гран-Сити был в их списке. Хансень подумал, что бесплатная поездка не будет слишком плохой. Это было лучше, чем идти туда пешком. Я подумаю, но не гарантирую, что присоединюсь, ответил Хансень. Конечно, сначала можешь на все посмотреть, но уверяю, что ты не пожалеешь об этом. Мужчина страстно обо всем рассказывал. Он привел Хансеня на борт корабля и сказал, но есть испытания, которые ты должен пройти. Это наши правила. Однако тебе не стоит слишком волноваться, поскольку результаты не имеют большого значения. Войдя на корабль, ему сказали, что он не будет проходить тесты с другими. Парня отвели в специальный отдел. В холле было несколько других Кэйт и других представителей разных расы, которых он не смог опознать. Они выглядели как бароны. Лаачжама, неплохо. Ты нашел барона на этой свалке, сказал один из расы Кэйт. Несколько других баронов повернулись, чтобы посмотреть на Хансеня. Они не могли рассмотреть его лицо, так как он был полностью облачен в броню. Кэйт, который привел Хансеня, Лаачжама засмеялся и ответил. Хорошие люди, благословленные Богом, могут найти кого угодно. Все посмотрели на него с презрением, когда он сказал это, но никто ничего не сказал. Лаачжама провел Хансеня в пустую комнату. На столе было генодерево. Лаачжама указал на это и сказал, это просто тест достижений. Неважно, какими будут результаты, ты все равно будешь находиться в хороших условиях, как я и обещал. Но если твои результаты будут превосходными, то мы предложим тебе нечто большее. Мы не хотим хоронить гениев. Хансень ничего не сказал, он просто уколол палец и позволил капле крови упасть на дерево. Он действительно не знал, какой силой сейчас обладал. У обычных баронов появлялось около ста цветков. Как только кровь Хансеня коснулась дерева, оно начало расти, и на нем стали появляться светлые костяные цветы. Когда Лаачжама увидел костяные цветы, его глаза чуть не вылезли из глазниц. Как их может быть так много? Мужчина замер на некоторое время. Ему даже стало казаться, что это сумасшествие. Хансень тоже посмотрел на дерево и начал быстро считать цветы. Их было 434. Такое количество было устрашающим, так как у обычных баронов было около ста. Но его результат был больше, чем в четыре раза. Благородные классы виконта могли достичь около тысячи цветов, а у некоторых из них было только около семи сотен. Однако сила Хансеня была вдвое меньше, чем у виконта. Лаачжама не мог поверить в то, что видел, и он снова начал пересчитывать цветы. Он стоял рядом с монстром. Невозможно было даже подумать о том, что барон мог иметь такой показатель. Мы нашли сокровище. Подумав об этом, Лаачжама начал дрожать. Глава 1785. Убийство. Скажи, брат-друг, ты из более высокой расы? Лаачжама собирался назвать Хана Сеня братом, но ему показалось это неуместным, поэтому он исправился, назвав его другом. Лаачжама решил, что Хансень представитель более высокой расы, потому что обычные бароны никогда не смогли бы достигнуть такого уровня. Неважно, сколько они будут тренироваться, они просто не смогут этого сделать. Разве я не говорил тебе, что я человек? Хансень вел себя так, будто не понимал, о чем его спрашивают. Верно, говорил. Лаачжама был расстроен, так как никогда раньше не слышал о человечестве. И он знал, что эта раса не относилась к высшим расам. Лаачжама оставался подавленным и не стал дальше спрашивать об этом. Мужчина просто сказал. Доллар, тебе придется подождать несколько дней на этом корабле. Но когда мы отправимся в путь, то до места обитания Семизеркал доберемся довольно быстро. Все нормально. Мне очень нравится путешествовать, ответил Хансень. Лаачжама выделил Хансенью каюту для проживания. Так, ничего не сделав, парень оказался на корабле. Многие беженцы хотели подняться на корабль и отправиться к Семизеркалам. Они считали, что гораздо лучше отправиться на слаборазвитую планету, чем оставаться в зоне боевых действий. Но раса Семизеркал не хотела брать всех подряд. Благородные всегда были на первом месте, и из-за них, простым людям было сложно добиться желаемого. Семь зеркал не занимались благотворительностью, и они собирались брать только тех, кто мог бы оказаться полезным. Старые, больные или раненые не допускались на борт. К какой расе ты принадлежишь? Ты не похож на жителей планеты Кайт? Спросил барон Кайт, который пришел к Хансенью. К человеческой, ответил Хансень. Я никогда не слышал о вас, поэтому могу только предположить, что ваша численность меньше, чем представителей Кайт. Барон не собирался насмехаться над парнем, в этот момент он насмехался лишь над собой. Хансень посмотрел на него и спросил. Что я могу сделать для тебя? Я Майк, барон представился, а затем сказал. Итак, нас завербовали семь зеркал, и мы направляемся на слаборазвитую планету для работы. Так, если хочешь, почему бы нам не пойти туда же и не пообщаться? Я до сих пор не решил, хочу ли я пойти, ответил Хансень. Майк покачал головой. Когда начнутся боевые действия, в опасности окажутся не только обычный народ, но и благородные. Среди них будут и бароны. Работать на кого-то лучше, чем воевать, тогда почему ты еще не решил? Посмотрим, Хансень не слишком заботил о том, что ему говорили. Парень поговорил с ЦАА, и узнал, что боевые действия еще не добрались до Гран-Сити. ЦАА и Ланьсы думали о том, как им спастись и куда они могут пойти, но они до сих пор не смогли принять решение. Хансень рассказал им о наборе семи зеркал, и они ответили, что подумают. Однако более детально они собирались поговорить, когда встретится. Третий мастер эвакуировался с планеты Кэйт вместе с мистером Тайгером, и они пригласили Хансеня присоединиться к ним и отправиться в другую штаб-квартиру черно-золотой группы, однако парень сразу отказался от такого предложения. Майк собирался еще что-то сказать Хансенью, но внизу начало что-то происходить. Они оба посмотрели вниз и увидели легион кентавров, появившихся перед кораблем. Они окружили людей, которые ждали возможности пройти испытания в надежде сесть на дирижабль. Лаачжама быстро спустился навстречу кентаврам. Он улыбнулся и сказал. Телец, пожалуйста, не пойми меня неправильно. Мы из семи зеркал, и мы друзья, они враги. После этого Лаачжама указал на эмблему семи зеркал на корабле. Ведущий кентавр уже видел ее. На самом деле, именно поэтому кентавры пришли сюда. Кентавр, посмотрев на эмблему семи зеркал, перевел взгляд на Лаачжаму и холодно сказал. Нам нет дела до семи зеркал. Убей всех этих квит. Воины кентавров подняли свои копии, чтобы убить выстроившихся представителей квит. Лаачжама в ужасе посмотрел на кентавров. Он уже присоединился к семи зеркалам, но он был квит, и ему было больно смотреть на то, как убивают представители его расы. Вы можете проявить милосердие? Семь зеркал заберут этих квит. Мы хотим забрать их, чтобы они помогли развить пустую планету. Прошу. Лаачжаму стиснул зубы. Хотя многие не смогли бы пройти нужный тест, но мужчина был одним из квит. Он не мог просто смотреть, как они умирают. Майк тоже выглядел таким же злым. Он сказал. Отвратительные тельцы с радостью облизывали сапоги физером, когда они их контролировали, но теперь, когда они пали, эти отморозки присоединились к врагам физеров. Это чертовски ужасно. С какой расой они соединились? С любопытством спросил Хансинь. Я думаю, что той, которую называют демоны. Они похожи на квит, но у них на голове есть рога, сказал Майк. Хансинь хотел что-то сказать, но лидер кентавров крикнул. Какая куча дерьма. Только те, кто находится на борту корабля, могут считаться частью расы Семи Зеркал. Убить всех остальных. Это был приказ для воинов атаковать толпу. Стой. Закричал Лаачжама. Лидер кентавров холодно рассмеялся и сказал. Что? Ты хочешь сразиться с нами от имени Семи Зеркал? Нет, мы просто набираем людей. Пожалуйста, будь добр и позволь нам забрать этих людей. Семь Зеркал будут платить им за оказанные услуги, вежливо сказал Лаачжама. Семь Зеркал не были слабыми, но они были не из тех, кто вступал в конфликты. На этот раз, когда они пришли на планету Кайт, начальник сообщил им, чтобы они не вступали в контакты с представителями демонов. Ладно, давайте сделаем все просто. С этого момента, те, кто будет на корабле, будут считаться вашими. Если кто-то не сможет попасть на борт, тогда извини. После того, как лидер кентавра сказал это, он жестом показал своим солдатам, чтобы они устремились вперед. Лаачжама не сражался. Он просто закричал толпе. Заходите на корабль. Поторопитесь, животные. Майк крикнул вниз с корабля. Почему они их убивают? Разве им не нужны люди, чтобы развивать планету Кайт? Нахмурившись, спросил Хансинь. Майк холодно ответил. Телец – это раса, которая получает удовольствие от убийства. У них есть обида на Кайт, так как однажды представители Кайт их избили. Сейчас у них появился подходящий шанс отомстить, и они не хотят его упустить. Большая толпа пыталась забраться на корабль, люди стали кричать. Однако проход был слишком узким, кроме того, если такое количество людей поднимется на корабль, то он окажется перегруженным. Воины кентавра веселились среди толпы. Почти все собравшиеся представители Кайт были простолюдинами, поэтому у них не было возможности убить воина кентавра. Их просто никто не обучал таким вещам. Спустя пару мгновений дюжина Кайт оказалась убитой. Ла Аджама призвал всех поторопиться, но для всех места не хватало. Глава 1786 Убийство кентавров Лидер кентавров выглядел убийственным. Он с радостью наблюдал за тем, как его воины начали кровавую бойню. Толпа людей начала кричать и плакать. Это не было похоже на войну, это была настоящая бойня. У обычных Кайт была гена броня, но они не могли сражаться. Они не могли противостоять такому натиску. Воин кентавр ударил женщину своим копьем. Она схватилась за негой рукой, а второй толкнула свою дочь, громко крикнув, беги к кораблю. Воин кентавр попытался вытащить свое копье из тела женщины, но ее хватка оказалась крепкой. Она крепко держалась за копье, которое было глубоко в ее окровавленной груди. Маленькая четырехлетняя девочка в слезах подбежала к матери. Она не побежала к кораблю, как ей было приказано. Но даже если бы девочка послушалась, ей все равно не удалось бы прорваться сквозь такую толпу. Другой воин кентавр безжалостно улыбнулся. Он бросил свое копье в сторону плачущей маленькой девочки. Нет, послышался пронзительный женский голос. Бам! Неожиданно появилась стрела, пронзившая голову воина кентавра и придавила его с асфальту. Хансень держал свой золотой лук физера, когда спрыгивал с корабля. Затем парень подбежал к упавшему кентавру и вытащил свою стрелу из его головы. Хансень видел много смертей, и его разуму было все равно, но его тело иногда не слушалось. Другой воин кентавр закричал. Он вытащил свое копье из женщины и попытался убить Хансеня. Но все, что нужно было сделать юноше, это немного двинуться и обойти воина. Он поднял лук, придавив тетивукшие существа, и через мгновение отрубленная голова кентавра покатилась по земле. Ублюдок! Закричал лидер кентавров. Его мышцы вспыхнули, когда он бросил свое гигантское копье. Оно преодолело несколько десятков метров и приближалось к Хансенью. Но парень даже не взглянул на него, а спокойно отошел в сторону. В это же время Хансень выпустил две стрелы, каждая их них пронзила головы кентавров. Воины, находившиеся поблизости, бросились к парню, но он, используя тетиву от лука, быстро обезглавил несколько существ. Головы взлетели в воздух, оставив за собой кровавые следы. Один шаг, одно убийство. Хансень снова вытащил свои роговые стрелы из трупов и сразу же выстрелил ими в двух других кентавров. Как ты смеешь убивать моих воинов-тельцов? Я сдеру с тебя кожу живьем, заревел лидер кентавров и прыгнул в сторону Хансеня. Когда это произошло, несколько других воинов стали дуть врага, чтобы призвать подкрепление. Звук был очень громким и эхом разносился повсюду. Хансень быстро убивал врага. У него был один лук и две стрелы, но это не помешало ему превратиться в совершенную машину для убийства. Куда бы он ни шел, воины теряли головы. Этот доллар хороший человек, но он безрассуден. Штаб-квартира тельцов довольно близко. Похоже, что этот парень хочет умереть. Бароны собрались на палубе и смотрели на то, что происходило внизу. Выражение Майка постоянно менялось. Он хотел спуститься и спасти толпу, но он знал свои возможности и понимал, что, скорее всего, ничем не сможет помочь. Было бы легко сойти с корабля, но почти невозможно вернуться. Если он даже убьет одного из воинов-тельца, представители семи зеркал не пустят его обратно. Учитывая разворачивающуюся ситуацию, нападение на тельцов действительно было похоже на желание умереть. Хансень убивал как сумасшедший, а Ладжама посмотрел на него с противоречивым выражением лица. Он чувствовал себя тронутым, и ему было очень стыдно. Он был кайт, но не мог защитить своих людей. Когда парень спустился, воины бросили толпу и все кентавры пытались убить Хансеня. Пока юноша сражался, он продолжал все дальше и дальше отходить от корабля. Парень знал, что бессмысленно убивать воинов, но он просто хотел выиграть время, чтобы кайт смогли подняться на корабль. Наконец, лидер кентавров оказался перед Хансенем. Существо взмахнуло своим копьем, и оно, несомненно, было сильнее, чем другие воины. Лидером был барон, но лицо Хансеня не изменилось. Каким-то образом, с помощью непонятных движений, парню удалось увернуться от атаки. Когда он прошел мимо лидера, тетива отрезала ему голову, как и другим воинам. Бароны и Ладжама на корабле громко вздохнули. Тельцы были очень хороши в убийствах, и их бароны были намного лучше, чем бароны кайт. Поэтому было страшно видеть, как Хансень отрезал голову лидера. Этот парень такой сильный. Он сказал, что он человек. Что это за раса? Это более высокая раса? Шокированно спросил барон. Как жаль. Если бы он остался в живых, то смог бы сделать намного больше. Однако он слишком безрассуден. Другой барон покачал головой. Пока они разговаривали, Хансень ощутил появление мощной энергии. Приближался кентавр, но он был вдвое больше среднего кентавра. Также он был облачен в металлическую броню. С помощью четырех копыт он преодолевал дюжину метров за один шаг. Он отличался от воинов, владеющих копьем, и держал в руках двухметровый двуручный меч. Однако, несмотря на размер оружия, казалось, что оно было довольно легким. Но присмотревшись к текстуре клинка, становилось понятно, что меч сделан из тяжелой стали. Меч никак не мог быть легким. А нет. Это виконт, владеющий великим мечом Тельца. Среди виконтов у него очень высокий ранг. Он невероятно сильный и может использовать элемент огня, чтобы поджечь противников, объяснил барон, стоящий на палубе. Я надеюсь, что он сможет продержаться еще немного. Парень все равно умрет, но еще несколько минут даст возможность большему количеству кайф зайти на борт. Другой барон вздохнул. Хансень видел, как приближается великий меч кентавра, но все еще оставался очень спокойным. Как бы там ни было, но парень уже убил трех виконтов. Он продолжал двигаться вперед, пытаясь увести воинов подальше от корабля. Когда кентавр, владеющий мечом, приблизился, Хансень слегка ускорился. Существо было всего в 100 метрах. Умри. Звук от стука копыт был похож на гром. Существо прыгнуло на несколько метров, направив меч в голову Хансеня. Лезвие внезапно загорелось красным огнем и стало излучать достаточно энергии, чтобы разрушить здание. Глава 1787. В городе в северной части, Телец Виконт, которого называли Сердитая Сталь, смотрел на то, что происходило перед ним на экране. Он наблюдал за кораблем семи зеркал. Рядом с Сердитой Сталью был мужчина. У него были фиолетовые глаза и волосы, рога и белая одежда. Он тоже смотрел видеотрансляцию. Если бы Хансень увидел этого человека в белой одежде, он оказался бы шокирован. А все из-за того, что человек выглядел как Шура из Альянса. Сердитая Сталь выглядел мрачно. Он стоял рядом с мастером расы демонов, и Сердитая Сталь стремился показать силу своей армии. Он хотел произвести впечатление на демона и, возможно, пытался показать, что они могут считаться одной из высших рас. Но прежде чем он смог что-либо показать, произошло несчастное событие. То, что они начали убивать расу Кайт не было ошибкой. Но самым ужасным стало то, что очень много воинов, включая лидера барона, оказались безжалостно убиты другим бароном. Все произошло слишком быстро. Мистер Виконт, воины-тельцы, кажется, действительно особенные, как вы и хотели показать. Довольно большое количество воинов окружили одного барона и, в результате, оказались все убитыми. Могу сказать, что они вовсе не кажутся сильными. Рядом с мастером демонов была женщина с двумя рогами. Но ее рога были золотыми, и они отличались от рогов мастера. Виконт сердитая Сталь опустил голову и сказал. Простите, мистер Тзи. Я был просто бесполезен. Мистер Тзи покачал головой и сказал. Этот человек, барон, но он хороший. Это не твоя вина. Прикажи своим десяти капитанам пойти туда и схватит его. Виконт сердитая Сталь быстро ответил. Мой лучший капитан, Виконт Великий Меч, уже там. Он сможет легко убить человека. Мистер Тзи посмотрел на экран, но ничего больше не сказал. Леди демон усмехнулась и сказала. Почему ты говоришь так много дерьма? Ты действительно настолько глуп? Нам нужно десять ваших капитанов, а не только этот. Виконт сердитая Сталь стал рассерженным, услышав ее слова, но постарался скрыть свои эмоции. Он просто кивнул и ответил. Хорошо, я прикажу всем десятерыми капитанам отправиться туда. Виконт сердитая Сталь считал. Виконта Великого Меча будет достаточно, чтобы справиться с мистическим бароном, но он все же отдал приказ отправиться туда остальным. Виконт Великий Меч уже был там, и он побежал к Хансиню. В это время Виконт сердитая Сталь подумал про себя. Если мистер Цзи говорит, что я должен сделать это, то я должен это сделать. Я определенно не хочу его расстраивать, но Виконт Великий Меч сам сможет убить этого человека. Ему больше никто не нужен. Я сделал это только для галочки. Виконт сердитая Сталь с уверенностью смотрел видео, когда Виконт Великий Меч бросился прямо на Хансиню. От его могущественного тела стал исходить мощный импульс. Это казалось шокирующим. Создавалось впечатление, что начало дрожать вся планета. Виконт сердитая Сталь остался довольным его действиями. Виконт Великий Меч не был самым сильным лидером среди армии Сердитой Стали, но он, несомненно, был самым пугающим. В противном случае Сердитая Сталь не выбрал бы его на должность капитана высшего ранга. Виконт Великий Меч.